Найкраще кино на канале Украина Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну вот, я очень соскучилась, Викоша Но я не хочу тебе звонить, не хочу дергать, как столица Стоит столица Ух ты, извини, я прошу прощения, а вы не могли бы быстрее завернуть торт? Меня просто муж с дочкой ждут на улице За этими папами самими глаз да глаз Да у нас папа идеальный, просто девочка очень маленькая и маму нужна Кому не нужна две секунды, я сейчас завернусь Спасибо огромное Подожди, у тебя же вроде сын Ну вот, родила недавно дочку Да, Кирилл праздник сегодня устраивает Весь город пригласил, мэр даже будет векой Приходи, пожалуйста Подожди, а тебе же доктора вроде говорили, что больше детей Ну, ошиблись врачи Дал бог девочку Приходи, понянчишь Эх, если бы ты заранее позвонила, написала А так я на пару часов буквально приехала в администрацию Забежать документы забрать Вот теткам хотела торт принести Ну, ничего бы, еще другой Но при случае обязательно приеду Обещаешь? Торжественно, клянусь, может быть, даже на ближайшие выходные посмотрим Рада видеть тебя ужасно Взаимно Пока Я жду Хорошо А вот и мои господа Здравствуйте Какой взгляд осмысленный У деток часто глазки бегают, а они так смотрят Носик снаткий Спасибо Кирилл Александрович, я открою Кирилл Александрович, я открою Я открою Она еще совсем молоденькая Она потом поймет, что у нее шансов нет никаких подношений ко мне Я надеюсь Ну, и где тут наша принцесса? Мы Дайте-ка мне ее, дайте-ка мне ее, принцесса Какая красавица Ну, Кирилл Александрович, ты не только головой хорошо работаешь Прекрасно, прекрасно Что случилось? Так, без паники, сейчас мы включим генератор Свет включили Свет включили Ты хочешь тортик? Ну, идем С сестричкой будет спать, а мы будем праздновать Держи Духотища, откройте кто-нибудь окно Молодой человек, ну, горит же что-то на кухне, проверьте немедленно Ну, вам не жарко? Нет, нет, Саныч, это не на кухне, в доме что-то горит, или на улице Да ладно, я же как-то горит, что-то Смотри за сыном Гол, 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 давай, 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 я заберу Ко мне, ко мне, ко мне Все выходят, быстро, быстро выходят Не толкает, все спокойно Пожар, отпустите же Господа, все равно выход, Господа Попробуй, беги, 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 беги В таме Господа Вdad Вы Мен Вад Ирина, 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 не дочь! Спасите! Спасите! Надевайся, стырочка. Как она сегодня? Физически уже лучше. Ожоги небольшие, скоро заживут. А вот душевное состояние внушает опасения. Мы потеряли дочь, так что вы говорите поконкретнее. Ваша жена постоянно бредит, зовет на помощь. Когда приходит в себя, то плачет. Нам третий день приходится держать ее на седативных. И что же с этим делать? Возможно, стоит обратиться к психиатру. Есть специалисты по работе над травмами. Мы можем пригласить специалистов на консультацию. Обращайтесь, а так просто нужно время. К ней можно? Да, пожалуйста. Ты был в полиции? В полиции. Доченьку украли. Надо объявлять в розыск. Родная, произошел несчастный случай. Из отключения пожарных было написано, что провод был поврежден. Ясно. Подняла. Лиля, Лиля, что ты делаешь? Лиля! Я сама помогу, если никто не хочет. Ну ладно, я схожу в полицию. Схожу. Ты обещаешь? Ну что же вы, а? Простите. Ты пообещал, Кирилл. Что сказал следователь? Когда они начинают поиски? Давай потом это обшуем. А когда потом, Кирилл? Нет, когда потом? Мы время теряем. Сынок. Мама, мама. Привет, мои хорошие. Я попросил Лену временно присмотреть за Матфеем. Спасибо. Спасибо, Лен. Хороший. Анна, иди для Матвея няню, пожалуйста, ладно? Хорошо. В заключении пожарных сказано, что причиной воспламенения стал обогреватель. У него упала пеленка с детской кроватки и началось возгорание. Потом пламя перекинулось на занавески и деревянную обшипу стену. Там была противопожарная пропитка. Не знаю, что там было, но пламя было такой силой, что ребенок сгорел полностью. Не осталось даже скелета. Это неправда. Они не нашли ничего, потому что дочку украли еще до пожара. Послушайте, я вам очень сочувствую. Но оснований для возбуждения уголовного дела я не вижу. Но я же видела, что я не была в кроватке. Вы же должны как-то меня выслушать, принять ко вниманию, дело завести. Знаете, помещение было задымлено. У вас стресс. Не надо со мной говорить, как с умолешенной. Вы меня не хотите выслушать. К вам мой муж придет, придет еще раз, просто уже с вашим начальством. Дамочка, я вашего мужа в глаза не видел. Перестаньте меня пугать. Мам будет очень стыдно, когда я найду ребенка с вами. Ну, как знаете. Лилечка, ужас-то какой. Горе какое. Мои соболезнования. Вы хоть покрестить успели малышку? У меня жива дочка. Ее выкрали, пожар устроили, чтобы внимания отвлечь. Полиция работать не хочет. Я вынуждена сама ее искать. Скажите, пожалуйста, вы слышали что-нибудь? Может быть, звуки какие-то подозрительные? Нет, я ничего не слышала. Хоть что-нибудь необычное. Плач ребенка, может быть. Да нет, ничего особенного. Лилечка, извините, у меня дела неотложные. Всего доброго. Может быть, что-нибудь вспомните? Я вас очень прошу, пожалуйста. Валентина Трофимовна. Лилечка, здравствуй. Ну, как ты? Держишься? Что мне еще остается? Полиция дело заводить не хочет. А Кирилл мне, похоже, не верит. Слушай, Лилечка, ну, выглядишь неважно. Ну, надо уже как-то приходить в себя, восстанавливаться. Что ж ты так себя вести, Зимович? Валентина Трофимовна, я... Мне нужна ваша помощь. Я помогу, чем смогу. А что нужно? Говорите, пожалуйста, с мужем. Я очень вас прошу, вы же меня понимаете, как... как мать. Слушай, Лиль, у меня дядька есть один хороший. Вот прям очень помог мне, когда депрессия одолела. Давай дам его телефончик тебе. Депрессия? Извините, вы слышали, что я вам сказала? Лиль, я слышала. И говорю тебе, сходи-ка ты к нему. И от фантазии этих своих избавишься про похищение ребенка. Вы сына своего в каком возрасте вам приотправили? В семь лет? Да, кажется, в семь. А сколько раз вы видели его после этого? Вы просто не понимаете, да? Вы... Вы не понимаете, что я сейчас чувствую. Да как ты смеешь? Да я смею, потому что я дочь свою люблю. Понимаете? Она маленькая, а я ее люблю. Извините, пожалуйста, что я вас побеспокоила. Кто-то подойдет ко мне в этом магазине. Что вас интересует? Ты зачем устроила скандал жене мэра? Это уже слишком далеко зашло. Я... Я понимаю твое горе, но у меня тоже горе. Я тоже потерял дочь. Когда ты наконец это поймешь? Или ты хочешь меня добить, что ли? Ты десять лет со мной живешь, Кирилл. Десять лет. И при первой же возможности ты от меня отвернулся. Ты почему солгал, что был в полиции, а? Ты меня тоже умалишенной считаешь? Ну давай запри меня в психиатрии. Валентина Трофимовна тебе телефончик подскажет. Я тоже очень сильно переживаю. Я потерял дочь и сейчас теряю жену, а сын мать. Мы должны пережить это и двигаться дальше. Я тебя очень прошу, пообещай мне, что перестанешь искать. Хорошо. Я устала, я хочу спать. Лена, доброе утро. Закажите, пожалуйста, корзину цветов для Валентины Трофимовны. Я сейчас текст напишу. Хорошо, Кирилл Александрович. А я хотела спросить, если вы еще не завтракали, могу предложить вам домашние вафли? Я сегодня пораньше встала, испекла их, оказалось много. Знаете, приготовьте просто кофе. Хорошо. Хотя, давайте с вами вафли. Я не завтракал сегодня. Женщина, простите, пожалуйста. Извините. Да? Я из полиции по поводу пожара на соседней улице. О, Господи, спаси, сохрани, ужас-то какой. А, правда говоря, там ребеночек погиб. Неправда. Украли ребенка. Ой, что творится? Прям с пожара украли? Вот что делать, да? Вы, может быть, слышали что-нибудь необычное? Плачь или человека с ребенком на руках видели? Было дело. Было дело. Я еще подумала, мама какая-то непутевая. Вот понарожают детей, а потом не знают, что с ними делать. Ребенок орет голодный, а она его в руках куда тащит. Ну, спрашивают, за чего ты тащишься с ребенка по ночам? С младенцем. А писать женщину вы сможете? Ой, ну, ну, вроде такая невысокая. А может, высокая, не помню. То ли светлые, то ли темные волосы, а может, поток-то был. Темно было очень, вот хоть глаз выколи, вот так темно было. Не помню я ее, не помню. А женщина была одна или кто-то ее сопровождал? Ну, может, одна, может, с кем-то. Я не помню. Но это точно было в ту ночь, да? Ну, ты меня спросила, деточка. Я знать не знаю, какой сегодня день. Но то, что в лес они ушли, это точно. Субтитры создавал DimaTorzok Телефон абонента выключен или временно недоступен? Что случилось? Дима, мама, она стала все навсегда, как сестричка, никогда не вернется. Ну, глупости, мама тебя очень любит и обязательно вернется. Я не хочу целый день сидеть у моей семьи молодой. Она противна, почему мама с собой не взяла? Ну, тише, тише, тише. Мама, мама вернется, все будет хорошо. Обязательно все будет хорошо. Мама, мама, где моя мама? Мама, 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 мама. Ты где была? И почему Матвея оставила на целый день с соседкой? На звонки не отвечала. Вообще, что происходит? У меня бензин в лесу закончился, там связи не было. Потом у меня телефон разрядился, какой-то егерь меня до города довез. В общем, неважно, я свидетелей нашла. Есть люди, которые видели, что женщина ночью, в ночь пожара шла, по улице с ребенком на руках, с младенцем. Он кричал, она шла куда-то в сторону заброшенных домов, там в лесу. Нужно в полицию звонить. У тебя есть телефон какой-нибудь? Нужно позвонить в полицию. Значит, мои просьбы и чувства для тебя так. Пустой звук, да? Кирилл, ты не понимаешь? Я ее почти нашла. Кирилл, я ее почти нашла. Лиля, если ты не понимаешь по-хорошему, то придется повторить по-плохому. Ты прекращаешь поиски немедленно и возвращаешься в семью, где тебя ждет муж и сын. Но если они для тебя, конечно, что-то еще значат. А то что? Ну, а то останешься совсем одна. У тебя завтра встреча с психологом. Нет, ну это не сырники. Это какое-то их подобие. А кофе вкусный? Так, все, сегодня вечером готовлю правильный сырник. Вика! Вика, это ты? Лиля, привет! Привет! Рада тебя видеть. Я тоже очень. А я и не знала, что ты приехала. Я очень часто о тебе вспоминаю. Серьезно? Да. А мы вот буквально только приехали. Мужа перевели неделю назад, я даже еще не успела никому позвонить. Я прошу прощения. Здравствуйте. Здравствуйте. Я и не знала, что ты замужем. Ну, когда-то это должно было произойти. Знакомься, мой муж Леонид, моя подруга детства, Лиля. Очень приятно. Присаживайтесь, хотите кофе? Девушка, будьте добры. Как нам Кирилл? Выше, наверное, уже только звезды? Ну, да, он в администрации, что-то связанное со строительством, реконструкцией, культурное наследие. Я, в общем, не очень разбираюсь. Большая шишка. Ваш муж Кирилл Маруховский? Да, а вы знакомы? Нет, но был бы рад познакомиться. Так, приходите к нам вечером на ужин. Правда, приходите, у нас редко гости бывают. Да ты знаешь, мы даже вещи толком не раздоровеем. Обязательно придем. С большим удовольствием. Будем ждать. Лень, я уже опаздываю. Поехали. У меня внучек, я тебе говорю. Рада была видеть. Очень, очень рада. Викуля, оставь мне, пожалуйста, свой новый номер. Да, конечно. Звони. Ну, пока. Счастливо. До вечера. Давай. До свидания. До вечера. Пока. Вика, в чем дело? Даже кофе допить не дала. Зачем ты напросилась к нам на ужин? Ты же все прекрасно слышала. Такая рыба крупная и сама плывет в руки. Я не могу это упустить. А можно не впутывать в эту Лилю? Десять лет назад умерла дочь, сгорела. Она до сих пор в себя прийти не может. Стой, я не собираюсь трогать твою Лилю. Мне нужен ее муж. И даже если он чист, то такое знакомство все равно не помешает. Да и общаться нам тут не с кем. Ничего-то. Да не знаю. Катя с утра опять нервы вымотала, пока в школу собиралась. Хорошо, мы пойдем к ним на ужин. Вот он, Мишка. Ты вообще ей планируешь все рассказать? А то я кирюшу уже устала от бесконечных завтраков. Девочка, мы с тобой уже договаривались. Я переписал все имущество на Лилю перед началом кампании. Если я сейчас начну развод и дележку имущества, то меня распнут и оставят без штанов. И, кстати, тебя тоже. Ты не забыла, что мы идем в облсовет? Хотелось бы. Да вот только ты не дашь. И правильно. Потому что я останусь гол, как сокол. И потом, если я вообще со мной все знаю, то она начнет говорить, что я бросил семью ради секретарши. Кирюш, надо же быть умнее и хитрее. Ну, придумать, как это правильно подать. Ну, так вот и подумай. Ты же у меня умная девочка. Умная. Обязательно так громко слушать музыку, а? Ты хочешь, чтобы нас отсюда выселили вообще? Катя, я с тобой разговариваю, Катя. Ты домашнее задание сделала? А что с волосами? Ты что, покрасилась, что ли? С тобой мама разговаривает. Вика, Вика. Не надо, Вика. Давай я сам поговорю. Так. Ну, ничего, против кого бунтуем? Ох, цвет волос-то. Огонь. Это я сегодня в киоске краску нашла. Скоро смоется. Ну, вообще круто. А может, мне тоже покраситься? Блондина. Я думаю, тебе не пойдет. Чего? Пойдет еще как. Буду блондин номер один. Ой, убили. Да, кстати, ты обедал? А как же шарлотка, которая грустит в холодильнике? Можно съесть сладкое вместо обеда? Нет. Вишня, нельзя. Давай сделаем так. Ты нормально пообедаешь, а потом разберешься с шарлоткой. А супу можно полдарилки. Ты лучший. Карманных денег больше не будет. Почему она так себя ведет? Она что, действительно меня так ненавидит? Да ладно, Вика, не преувеличивай. Просто у Кати переходной период пройдет. В гости ее с собой сегодня не возьмем. Пусть сидит дома. Не возьмем. С таким светом волос, да. Какие гости. Пойдем обедать. Мам, передай еще блинчикам, пожалуйста. Конечно. Ну и что за работа привела вас из столицы? Я следователь. По особо важным делам. Буду бороться с местной коррупцией. А то масштабы серьезные, столица уже беспокоится. Спасибо, что предупредил. Ну, в любом случае, рад знакомству. Взаимно. Да. Это курица в медово-горчичном соусе. Кроме Лили, никто так вкусно не готовит. Вот тут готов поспорить. Курица в медово-горчичном соусе. Это мое фирменное блюдо. Вик мне не даст соврать. Да, Леня, у нас гурман и повар от бога. Брось ты. Просто увлечение. У меня же работа какая? Ответственная, напряженная. На кухне я отдыхаю. Кухня для меня это творчество. Но вашу курицу я обязательно попробую. Спасибо, мне приятно. Повезло тебе, Вика, с мужем. Кулинар. А у нас папа даже яичницу пожарить не может. Да, Матвей? Так, не яичница, а счастье. У меня масса других достоинств. Однозначно. А у вас дети есть? Да, дочь. Катя. А сколько ей лет? Чего с собой не взяли? Десять как-то сегодня не сложилось. А что любит? Чем занимается? В основном играет на родительских нервах. Ой, да чем только не занимается. Я вам сейчас фотографию покажу. Не надо грузить людей чужими детьми. Спасибо, Вика. Это очень тактично. Но правда, все в порядке. Мне действительно очень интересно. Сейчас. Вот наша красавица. Личность яркая. Сегодня покрасила волосы фиолетовый цвет. В розовый. Ну, да. Ну, правда, не полностью. Полосами. Но обещала, что скоро смоется. Ну, это вряд ли. Скучать нам не дает. Ничего не ест. Овощи с фруктами просто не впихнешь. Да мы уж и не пытаемся. Ну, у них возраст такой. Вкусы меняются. Может быть, еще понравится. Честно говоря, мы осторожничаем. В прошлом году заставили съесть овощной салат. Пятнами пошла. Оказалось, аллергия на болгарский перец. Как ты? Я? Все в порядке. Жаль, только связь с Викой тогда так внезапно оборвалась. Мне ее не хватало. А я не о Вике. Я о ее дочери. Только не говори, что не обратила внимание на то, что у нее аллергия такая, как у тебя. Я же не единственный человек в мире с подобной аллергией. Правда? Ты знаешь, до меня такие слухи доходили. Кроме того, психи отлично умеют прикидываться. Вообще, конечно, это самое страшное, когда твой ребенок гибнет у тебя на глазах, а ты лучше его спасти. Да, врагу не пожелаешь. Подожди, я посмотрю. Внука Катя не спит. Катюша, вы разбудили себя. Папа, почитаешь мне? Какое почитаешь-то вообще? Чего не спишется? Я не могу заснуть, пока папа мне не почитает. Папа, ты обещал. Да. Папа устал после работы? Давай, хорошо, я тебя сейчас почитаю. Нет, папа. Да что такое-то? Не в театре, в конце концов? Что ты устраиваешь? Так, тихо-тихо, девочки, не ссортись. Сейчас папа Леня все почитает, но потом все сделает. Пойдем, Катюша. Все, Матвей, хорошего тебе дня, в два часа я тебя забираю. Мам, а может я сам, а? Ну, просто только меня привозят и отвозят, как будто мне пять лет. Нет, это не обсуждается. Я не могу еще тебя потерять. Ладно. Пока. Пока. Да? Привет, Викуша. Привет. Мы можем встретиться, погулять? Познакомишь меня с Катей? Я не смогу взять ее с собой, она же в школе. А после учебы? А потом едет на гимнастику и в бассейн. А в выходные? На выходных? А, на выходных мы едем к Лениным родителям. Да. Извини, пожалуйста, мне сейчас совсем неудобно говорить. Пока. Хорошо, я поняла. Пока. Ай, ну как больно. Аплодисменты. Лиля, добрый день. Какими судьбами? Здравствуйте. А я с репетитором для Матвея встречалась. А вы? Так дочь у нас здесь учится. Вика ногу неудачно подвернула. Вот пришлось мне с работы отлучиться и немного поработать папой. Это хорошая школа. Я здесь училась. Ой, хорошее было времечко, беззаботное. Минимум ответственности, максимум удовольствий. Хотя в детском саду было еще лучше. О, нет. Детский сад для меня был кошмар. Терпеть не мог тихий час. Сам не спалывал и другим не давал. Чего только воспитатели со мной не делали. И в угол ставили, и родителям сжаловались. Но я все равно не сдался. О, Катюша. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Привет. Привет. Познакомься. Это Елена. Здрасте. Добрый день. Экспериментируешь? У меня тоже такое. Краска пятнами смывалась. Я как после болезни буду. То же самое. Если хочешь, подскажу хорошее тонирующее средство. Оно цвет выровняет, а потом смоется. Ой, да, пожалуйста. Потому что это как-то уже тупо выглядит. Одноклассники издеваются и обзываются. Так может, вы с нами прогуляетесь, если не спешите? Здесь недалеко есть торговый центр. Там-то мы наверняка найдем это чудо-средство. Да, конечно. Надо же выручать человеку. Идем? Идем. Вот это вот нанесешь на волосы на 20 минут. Только не больше. Хорошо? Потом сразу смывай. И сейчас мы найдем тебе маску хорошую, чтобы волосы не вылезли. Зачем же ты вообще покрасилась, дружочек, а? Это все одноклассники. Только раньше они меня обзывали серой мышью и сидеть со мной никто не хотел. Вот я и покрасилась. И как? Помогло-то теперь самое популярное? Нет. Была серая мышь, стала розовый фламинго. Не знаю, что хуже. Наверное, надо было в черное краситься. Кто знает. Ой, ну надо же. Маме надо у тебя прямо одно лицо. Скажите, пожалуйста, у вас была серия для профессионального ухода. Такие банки большие бордовые с серебряной надписью. Должна быть. Я сейчас посмотрю. Спасибо большое. Даже я не думала, что за этой глупой выходкой стоит такая проблема. Леня, вы же следователь. Неужели не спросили? Ну, вот такой вот сапожник без сапог оказался. Это же понятно. Ну, не может десятилетний человек просто так покраситься. Либо мальчик, либо проблемы с друзьями. Знаете, времени иногда катастрофически не хватает. Да и Катя мне так, чтобы все нам рассказывала. С Викой вообще в последнее время только и скандалятся. Ну, пубертат. Случается. Слушайте, а может вы с нами еще как-нибудь прогуляетесь? Может завтра, если вам удобно. Ну, вдруг Катя вам еще что-нибудь о себе расскажет. С удовольствием. Договорились? Да. Катя вам еще что-нибудь о себе. 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 Привет. Привет. Давненько я тебя не видел такое. Да, жизнь возвращается. Странно звучит, а? Ну чего же странного? Есть причины? Нет. Я еще раз прошу, отдай куклу. А я еще раз отвечаю, не отдам, это моя кукла. Серьезно? А откуда у тебя на нее деньги? Это подарок. Что у вас опять случилось? Это ты купил вот это вот? Это не вот это вот, это мне Лиля подарила. Ты мне никогда нормальные игрушки не покупаешь. Лиля? Вик, я все объясню. Лиля классная, она дарит то, что мне нравится. И вообще она лучше тебя. Катюш. Здорово. Катюш, беги в свою комнату, можешь проиграть на приставке. 20 минут. Давай. Ты вообще знаешь, что мы, мы с тобой ни черта не знаем о собственном ребенке. Вот ты в курсе, что ее травят одноклассники. Что у нее конфликт с учителем. Что вместо контроля по математике она сдала чистые листы. А Лиле удалось это узнать всего за неделю. Леня, ты знаешь, я, я ведь действительно редко тебя о чем-то прошу. Я просто вот пытаюсь понять, для тебя мои слова вообще ничего не значат. Вик, не преувеличивай. Я поощрял эти встречи, потому что Лиля нашла с Катей общий язык и я узнал много нового. Я думал, что это поможет прекратить эти скандалы. Если ты против, то хорошо, мы больше встречаться не будем. Я обещаю. Мама, я не хочу гулять непонятно с кем. Ну почему непонятно с кем? Это наши друзья. Катину маму я с детства знаю. А сейчас у них сложные отношения с дочерью. Я помогаю их наладить. Ты что, психолог? Ну, в некотором смысле. Привет. Привет, Катюш. Познакомься. Это Матвей, мой сын. Это Катя. Привет. А куда мы сегодня пойдем? Катюш, мы сегодня пойдем домой. Маме снимают повязку. Мне нужна будет помощь. Ой, как жаль. Я думала, мы вместе погуляем. Ой! Ой, локоть. Ты как? Нормально. Давай, поднимайся. Вставай, дружок. Я врач, я посмотрю. Вот локоть. Если там ушиб, скажешь маме, чтобы она сеточку изъеду. Здорово. Все хорошо, детка. Ушибы нет? Я забыла совсем. У нас прививка сегодня. Матвей, что ж ты меня не напомнил? Пошли. До свидания. До свидания. Давай. Мы обязаны открыть дело. Обязаны провести исследование и сделать ДНК-анализ Кати Павловой. Между прочим, ваш сотрудник выдает ее за свою дочь. Я уверена, это мой ребенок. Она похожа на меня. Посторонние люди это замечают. У нас аллергия одинаковая на болгарский перец. У нас идентичные пятна, родимые на руке. Возраст подходит. Какие еще доказательства? Да, мальчика. Господи, надо было вам раньше сказать. Вам давно пора к врачу. Голову полечить. Никаких ДНК-экспертиз не будет. Это мой ребенок. Вы хоть что-то обязаны сделать. Ничего я вам не обязан. Нет уголовного дела. Господи, я не знаю, как вам еще объяснить. Но нет на это оснований. Хорошо. Если я вам принесу положительные результаты ДНК-экспертизы, это будет основание. Материал я сама возьму. Так, а вот это вот не надо. Это уже вмешательство в личную жизнь. Вы что, хотите, чтобы я вас арестовал? Лиля? Да. Вы что здесь делаете? Вы же на приливку поехали. Поехали. Меня в больнице обокрали, украли кошелек. Я приехала заявление писать. И кто вас его принял? Я не помню фамилию следователя. Ну, неважно. Все равно сказали, не найдут кошелек. Просто придется документы восстанавливать. Так давайте я с ним поговорю. Пускай есть штаб, друг. Сейчас ты деньги забирай, а кошельки сбрасывай. Не надо. Он и так человек. Перегруженный работа у меня. Времени нет. У меня Матвей в больнице ждет. Извините, пожалуйста. До свидания. Можно? Майор Павлов Леонид Сергеевич. От вас только что вышла моя хорошая знакомая. Что же вы так красивую женщину расстроили? Оказались принять заявление. Хорошая знакомая, значит. Я бы на вашем месте так не говорил. Почему? Она прекрасный человек. Очень помогла мне в проблемах с дочерью. Помогла? Подождите, стоп. Вы что, ее к своей дочери подпустили? В этой дамочке не все дома. Она только что требовала сделать ДНК-анализ вашей дочери. Утверждала, что это ее ребенок, которого якобы похитили десять лет назад. Привет. А где мама? Понятия не имею. Сначала с утра повезла меня на встречу с этим Леней и его дочкой. Затем внезапно решила, что мне нужна прививка, но при этом привезла меня домой и с ума куда-то уехала. Я голодный, дома из еды ничего нет. Ты можешь что-нибудь приготовить? Да, конечно. Присаживайся. И часто она с этим Леней встречается? Да. Где ты была? Почему Матя голодный пропустил тренировку? Меня ограбили, Кирилл. Украли кошелек со всеми картами, с документами. Я была в банке. Затем я была в полиции. Делала справку на новый паспорт. А ты не думала позвонить? А у меня телефон разрядился. А я знаю, что ты гуляла с девочкой Катей и ее папой. Этому есть какое-то объяснение? Ну какое объяснение? Ну пересеклись случайно. У них с дочкой проблемы, они не могут общий язык найти. Ну, советовался человек, как мы справляемся с Матвеем. Потом попросил с девочкой поговорить. Я поговорила. Только и все. И ты от меня ничего не скрываешь? Ну нет, конечно, с чего бы. Ты голоден? Угу. И мочи тоже. Ты пиццу домашнюю хочешь? Угу. Или спагетти карбонат? И ту, и другое. Я голодный и ужас как. И соединишься ко мне на кухне? Ну да. Там бутылка вина еще осталась с твоего дня рождения. Угу. Да или нет? Слушаю. Здравствуйте. Я к следователю Павлову. Пожалуйста, проходите. Спасибо. Спасибо. architecture Женщина, вы по какому делу? Вам помочь? Нет, спасибо. Я по-личному, я потом зайду. Господа, ну протесты неравнодушных граждан, это нормально. Ведь мы, вы собираетесь снести памятник архитектуры и построить там торговый центр. Кирилл Саныч, все понимаю. Ну можно эти протесты как-то пригасить, а? Да, строить же надо, а еще тендер провести и выиграть. Ну включите в свой проект что-нибудь архитектурное, не знаю, ну чтобы стариной повеяло. Верно говоришь, Кирилл Саныч, но это старина расходов лишняя. Нам бы гарантий каких. Гарантия? Мое слово. Люблю иметь с тобой дело, Кирилл Саныч. Хорошо, что ты идешь в облсовет, там такие люди нужны. Добрый день. Кирилл у себя? Кирилл Александрович сейчас занят. Могу ли записать на следующую неделю? Ну запишите. Стойте, а вы куда? Ну что ж, спасибо за встречу. Документы на следующую неделю курьером передадим сами. Да, спасибо, господа. Всего доброго. Лень, послушай, я сейчас, правда, очень занят. Давай попозже поговорим? Вчера твоя жена пришла к следователю с просьбой об анализе ДНК моей дочери. Что? Она считает, что Катя ее дочь. Слушай, ты мне, конечно, извини, но, может, и стоит ее специалистам показать? Я не хочу, чтобы у моей семьи были проблемы. Да нет, она не опасна. Да, может, немножко подавленная и нервная, но она мухи не обидит. Кирилл, если ты не примешь меры, то это сделаю я. Поставь себя на мое место. Лиля. Ладно, дай мне несколько дней, и я, я во всем разберусь. Прими мои искренние извинения. Я на тебя рассчитываю. Зараза. Что случилось? Отмени планерку. Поехали к тебе. Так. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Я из поликлиники. Угу. По поводу вашей ученицы Кати Павлова. И она новенькая. Так, новенькая Катя Павлова. Так, есть такая что? Нет у нас информации о ее прививках. Мамашка карточку забрала, не вернула и на звонки не отвечает. Ну, знаете, есть эти новомодные родители, которые считают, что прививки детям не нужны. Хотя по городу корь гуляет. Ну, не важно. В общем, есть у вас копии ее прививочной. Так, мать моя женщина. Медсестра у нас в отпуске, но у нее есть ключи. Она там документы хранит. Нина Сергеевна у себя? Нет, Миша. Что случилось? У меня там поставщики с накладными понапутали. Надо сейчас пойти разобраться. Извините, я быстро. Я подожду. Я подожду. Карточку поищем? Точно. Простите. Дурдом. Так, карточки, карточки. Вот у нас карточки. А вот она, первая Павлова Екатерина. Держите. Это она? Нет, это постарше будет. Ой, извините, может быть, со школами что-то напутали. Я буду разбираться. Возможно, еще раз зайду. Спасибо. Пожалуйста. Держитесь. Спасибо. Алло, да. Нет, не это она в отпуске. Я вас слушаю, да. Извините, пожалуйста. Привет. Привет, Катиш. Как дела? Хорошо. Хорошо. А что вы тут делаете? Мама сказала, что вы заболели. Нет, я в порядке. Мама, наверное, что-то перепутала. Ну, почему тогда мы вместе больше не гуляем? Или мама с вами тоже поссорилась? Нет. А почему ты так решила? Ну, просто она в последнее время со всеми ссорится. Нет, дружочек, мама здесь ни при чем. Просто у меня было очень много дел. Ну, я надеюсь, в скором времени мы сможем видеться чаще. Извини, пожалуйста, мне нужно бежать. До скорого. Пока. Кирюш, я тут нечаянно подслушала твой разговор. А что, Лиля, действительно не в себе? Ты что, думала, что я тебе лапшу на уши решила? Да нет. Ну, что ты? Ну, просто ты вот просил что-то придумать, и я придумала. Если Лиля признает недееспособной, то с твоим имуществом ничего не будет. Ты сможешь его нормально вернуть и спокойно с ней разведешься. И я знаю очень хорошего психиатра, который за определенную сумму поможет. Ну, тебе уже все продумано. И ты бы вот поторопился, то я уже заждалась. Кирюш, неужели ты хочешь сделать девушку, которая так много знает о твоей работе, своим врагом? Тем более, в ведомстве сейчас неспокойно. Да и Лиля может быть опасной. Ну, девушка, девушка, если бы я знал раньше, что ты за девушка. Ладно, воспользуемся услугами того его психиатра. Ты все еще на меня злишься? Вик, я должен тебе кое-что сказать. Обещай, что выслушаешь меня спокойно, ладно? Что случилось? Нет, ничего не случилось. Ну, ты знаешь, ты была права насчет Лили, но она действительно не в себе. Почему ты решила, что наша Катя ее дочь? Что она решила? Вик, ты не волнуйся. Она просто больной человек. Я уже поговорил с ее мужем, он не примет меры. Лень, ты не понимаешь, она не просто больной человек, она психопатка. Я из-за нее сюда приезжать не хотела, потому что она мне завидовала всю жизнь. Я вообще не представляю, как далеко она может зайти. Лень, ну все, все, не переживай. Я же сказал, вопрос я решил. Кирилл покажет ее специалистам, и если ее состояние действительно тяжелое, ее будут лечить. Вопрос в пару дней. Я тебя очень люблю. Я тебя тоже люблю. Пообещай мне, пожалуйста, что не бросишь меня, чтобы я не натворила. Вик, ну что ты такого можешь натворить? Конечно, я тебя не брошу. Даже не надейся. Мам, привет. Привет. А я голодный, есть что-то покушать? Потерпи немножко. Через час гости будут на ужин, папа в последнюю минуту предупредил. А если у тебя время свободное есть, ну сделай уроки, в комнате может убери. Так я уже все сделал. Ты что, хочешь от меня избавиться? Нет, мне просто нужно ужин приготовить. Мам, а помнишь, я тебе рассказывал, что ты на основе препод по математике? Такой зверь. Он сегодня дал нам контрольную работу, так я только два задания написал. Мам, ты меня слушаешь вообще? Да, да. И что я только что сказал? Матвей, ну хватит меня допрашивать. Есть у тебя свободное время, ну помоги мне стол у гостиной накрыть. Я принесу горячее. Матвей, положи телефон, сколько раз тебе уговорить. Да, пап, я это просто там препод новый по математике столько задал, я смотрел, откуда он такой взялся. Божественно. Котлеты по-киевски, просто фантастика. Как вы их готовите? Я прошу меня простить, я вас покину, у меня голова болит. Кирилл, десерт на кухне. Всего доброго. Да, пап, я тоже пойду, там этот препод столько задал, до утра решать. Мам, можно зайти? Да, конечно. Что-то случилось? Я же вижу, что что-то не так. Я пока не могу тебе рассказать. А почему? Ты же сама говорила, что мы лучшие друзья. Давай завтра поговорим. У меня, правда, очень болит голова. Мам, что происходит? Что бы ты сказал, если бы узнал, что твоя сестра жива? Что? Есть шанс. Ее не было в кроватке, когда разгорелся пожар. Я сама видела своими глазами, Матвей. Теперь понятно, почему папа пригласил психиатра. Что? К Карлу Евгеньевичу это психиатр? А ты не знала? Ты бы хоть в фейсбуке посмотрела, кого папа в дом приводит. Вот, смотри. Вот он этот, Карл Евгеньевич. Место работы психиатрическая больница номер четыре. Спасибо, сыночек. Ну, так, сходу, конечно, диагноз поставить сложно. Необходимо более тщательное обследование. Но по внешним признакам невроз есть. Возможно, даже приближается нервный срыв. Мы бы могли его попробовать предотвратить. Вы же понимаете, у каждого срыва есть свои глубокие причины. Возможно, тяжелое заболевание. Так что, когда вас ждать в клинике? Ну, пока не знаю. Я вам позвоню. Ну, хорошо. Спасибо. Вам спасибо за угры. Очень странный у тебя коллега. Вы давно с ним знакомы? Странный? Угу. Ну, не знаю. Мне показалось, что ты странно вела себя весь вечер. Что это же история с телефоном. Что, сложно объяснить Матфею, что за стол нельзя с телефоном? Ну, так объяснил бы, сын. Но воспитание ребенка – это твоя обязанность. А в твои обязанности что входит? Лечить меня? Я не врач, чтобы лечить тебя. Но как муж я должен о тебе заботиться. Благородно. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. О, это вы, ну как, разобрались со своими Катями Павловыми? Разобрались. Та Катя Павлова вообще оказалась на домашнем обучении. Но я к вам по-другому вопрос. Вы вчера говорили, что у вас медсестры нет. Вы никого не нашли за сутки. Вы шутите? Кто сюда пойдет за три копейки? Я пойду с удовольствием. Я так устала от поликлиники и нервных пенсионеров. С кем я могу поговорить? Так со мной и поговорите. Я здесь отдел кадров на полставке, а у вас медицинское образование есть? Есть. Я врач, педиатр. Но когда сын родился, я ушла с работы и вот смогла теперь устроиться только медсестрой. Вот мой диплом. Хорошо, я потом посмотрю. Боже, как вы вовремя, даже не представляете. У нас тут один мальчик медикулез принес, так что вам придется это все проверить. А я пока подготовлю приказ. Ой, вы все на любой день. Дети, похоже, сговорчивые. Сказал, что нужно обследовать, и он готов помочь. Но я пока не уверен. Кирюш, ну ты же понимаешь, что затягивать нельзя. Результаты обследования могут быть неутешительными. И нам не придется ничего выдумывать. К тому же она может сама себе навредить. Елена, вы обзвоните всех участников тендера и перенесите на понедельник. Хорошо, Кирилл Александрович, сделаю. Не учили стучаться? Меня учили не сидеть на столе. Мотя, нельзя хамить взрослых. Ты почему здесь? Почему не в школе? Урок отменили. Пап, а зачем ты вчера пригласил психиатра? Что-то с мамой не так, да? А как ты уже знал? В соцсети, пап. Как ты думаешь, много там Карлова Евгеньевичей? Еще и с такой внешностью. Мотя, значит так. Я тебя люблю и уважаю. Но есть дела, которые касаются только меня и твоей мамы. А, ну да. И твоей секретарши. А при чем тут секретарши? Не знаю, пап. Надеюсь, ни при чем. Матвей, что ты себе позволяешь? А ну вернись и объяснись. Я на тренировку опаздываю. Ну, все хорошо. Можешь возвращаться в класс. Зови следующего. Тетя Лиль. Здрасте. Что вы тут делаете? Не поверишь, я здесь работаю. Надоело дома сидеть. А здесь место медсестры я свободу делаю. Круто. Вы теперь меня от блох лечить будете? Ну, это тебе не грозит. Ты своими экспериментами всех блох перетравила. Но мазок я у тебя возьму. Зачем? Нужно знать, есть ли у тебя иммунитет к определенным болезням. Я твою прививочную карту не нашла. Не знаю, какие прививки тебе делали. Сама-то в курсе. Да нет. А это больно? Не, открывай рот. Больно? Нет. Ну вот. Отнесу это в лабораторию. И совсем скоро мы будем все о тебе знать. Ты свободна, только следующего не зови, хорошо? Хорошо. Да. Я в лабораторию выбегу ненадолго. Там мальчишка кашляет, очень похоже на коклюш. Я взяла на посев. Если подтвердиться, придется школу закрывать на карантин. Конечно, бегите. Только потом не отзвонитесь. Спасибо. Господи. Лиля. Привет. Привет. А что ты здесь делаешь? А я здесь работаю. Дома скучно устроилась с медсестрой. Вроде и работа не пыльная. И при деле. А ты какими судьбами? Да у меня здесь ребенок учится. Тесен мир. Извини, Викуль, я бы поболтала, но времени нет. Пока. Пока. Да. Это так ты решаешь вопросы? Ты говорил, что Лиля в психушке. Почему я ее встречаю в школе у нашего ребенка? Вик, Вик, успокойся. Давай по порядку и подробно. Я только что приехала к директору школы, чтобы поговорить о Катиных проблемах, про которые ты мне рассказывал. Я не успела дойти до кабинета директора. Оттуда выходит Лиля. И рассказывает мне, что она здесь работает. В школе? Кем? Медсестрой. А. Слушай, ну может и правда работает? Она же медик по образованию. Да она ни дня медиком не работала, Леня. Ни дня, понимаешь? Она специально устроилась в школу нашей дочери. Это не просто так, Леня. Значит так, забери Катю из школы, езжайте домой. Я этим вопросом займусь. Ты уже занимался. Вик, просто сделай, как я сказал, хорошо. Кирилл. Я уже обо всем договорился. Лилю кладут в больницу. Сегодня же. Она больше не подойдет Кате. И вы не болеете. Карл Евгеньевич, я сегодня приеду к вам с женой. Ну да, по нашему вопросу. Привет. Привет. Что происходит? Проси перевод на работе, как хочешь, плевать на работу. Мне ребенок важнее. Я не понимаю, откуда такая реакция? Ну, вдруг это совпадение? Мало ли чего бывает. Или ты от меня что-то скрываешь? Что я могу от тебя скрывать, скажи мне. У меня такое впечатление, что я чего-то не знаю о вашем прошлом. Ну, может, мужика кто-то у кого увел или бриллианту украл. Леня, ты скажи мне просто, ты забыл, как нам Кате тяжело досталось? У нас единственный ребенок, Леня. Я просто не переживу, если с ней что-то случится, понимаешь? Я не переживу, если кто-то с ней что-то сделает. Все. Все. Вик, Вик, успокойся. Все под контролем. Не надо так волноваться. Посмотри на меня. Я тебе обещаю, Лиля нас больше не побеспокоит. Я сделаю все возможное. Поверь мне. Я уже тебе один раз поверила, и вот что получилось. Сейчас Лилю везут в больницу. Да? Лиля. Я знаю, что ты преследовала Катчева, а мне Леня все рассказала. Что ты делала в школе? Что это за бред? Почему я преследовала? Мне порекомендовали репетитора по математике для Матвея. Он преподает в этой школе. Я пришла, увидела вакансию медсестры, решила попробовать. Но я дома засиделась. Лиля, ну ты же мне врешь. А ты мне не врешь, что приглашаешь на ужин психиатра, говоришь, что это твой коллега. У меня не было другого выхода. Я вообще не понимаю, что с тобой происходит. Ты мечся, ты странно себя ведешь. И вообще я устал от твоей этой скрытности. И что поведал тебе психиатр? Раскрыл все мои тайны? Он сказал, что ты абсолютно здорова. Просто устала. Ты можешь и должна мне доверять. Понимаешь, если бы ты с самого начала мне все рассказала, у меня не было бы конфликта с Леней. А так он мне позвонил, наорал на меня, сказал, что повесит меня на первом столбе, а тебе вообще сказал, что ты с ума сошла, и тебе нужно закрыть влечетницу. Подожди, это Леня так сказал? Это так еще, в мягкой форме. А что ты ожидаешь от мента? Ты понимаешь, если он начнет рыть, он меня просто съест. Прости, пожалуйста, я и подумать не могла. Я... Ой... Ты понимаешь, что такие люди, они если захотят, они... они могут уничтожить кого угодно. Я... Я с ним поссорился. Я сказал, что ткну ему в нос справку, где будет написано, что ты абсолютно здорова. А где ты ее возьмешь, нарисуешь? Нет. Мы поедем к Карлу Евгеньевичу. Он готов нас принять. С его заключением не поспорит даже такой великолепный сыщик, как Леня. Ну, если есть необходимость, то поедем. Сейчас? Да. Давай, милая. Давай. Хорошо. А зачем нам настоящая психиатрическая лечебница? Можно было в частную клинику обратиться. Ну, потому что здесь работает Карл Евгеньевич. С его заключением не поспоришь. Да вы не бойтесь. Здесь все пациенты разные. Есть простой стресс, а есть тяжелые. Один вот как раз разгромил кабинет доктора. Поэтому вы подождете его в палате. Прошу, пожалуйста. Палата номер два, а я позову доктора. В палате. Бедные люди, проще умереть, чем здесь находиться. Вот как-то здесь. Жуткое место. А чего мы на ночь глядя сюда поехали? Мне нужно было утром все решить. Я это, пойду потороплю Карла Евгеньевича, а ты побудь здесь. Кирилл, не смей этого делать! Не смей! Открой дверь! Открой мне дверь! Пустите меня! Пустите меня, не смейте! У меня ребенок! Вы уж простите, Лилечка. Для вашей пользы. Здесь правильное место. Завтра... Завтра с вами поговорим. Поговорим. Лилечка, здравствуйте. Это вам. Вы уж извините нас, мужланов, что мы вас вчера так непривитливо встретили. Вынужденная мера. Понимаете, вашего мужа очень беспокоят ваше психологическое состояние. Мы быстренько проведем обследование и вас отпустим. Видите ли, иногда добро необходимо причинять. Я хочу увидеть сына. Ну, давайте для начала сделаем анализ крови. Посмотрим ваше общее состояние. Я хочу увидеть сына. До тех пор, пока он не придет, никаких анализов я сдавать не буду. Вы будьте уверены. Голубушка, это тупик. Как же я к вам пущу сына, если вы вот в таком состоянии? Тут уж вам решать. Чем быстрее начнете меня слушаться, выполнять мои маленькие просьбы, тем быстрее увидите сына. Вот и слава. Леночка! Я вас оставлю. Мойте, ну что ты там копаешься? У меня совещание через полчаса. А почему ты меня сегодня везешь, а не маму? Так, меньше слов, больше дела. Почему она сегодня дома не ночевала? Потому что она поехала к подруге. Ну, может она от нас отдохнуть? Какой подруге, папа? У нее нет подруг. Где мама? Что с ней случилось? Ладно. Буду с тобой откровен. У мамы случился нервный строй. Сразу он незаметный. Поэтому я пригласил врача, чтобы он посмотрел на нее. Он сказал, что ей нужен отдых. Это как-то связано с моей сестрой? Да. Давай, в машину поехали. Ты что, прятал маму в психушку? Ну, конечно, нет. Я просто отвез ее в частную приятную клинику. Ну, со спа, там, массажей, все эти дела. Тогда я поеду и проведу ее прямо сейчас. Где эта клиника? Вот и прямо какой, а. Ладно, поехали. Отвезу к тебе к ней только на пять минут. И нервничать нельзя. Садись. Да ну что вы, молодой человек, никто вашу маму электрошоком пытать не будет. Да, и в комнате с мягкими стенами тоже удерживать не будем. А, вот, смотрите, она гуляет. Лилечка, у меня для вас сюрприз, как и обещал, ваш сын. Здравствуй, мой хороший. Я тебя очень люблю. Я тоже тебя люблю, мам. Извините, пожалуйста, а вы не могли бы нас оставить ненадолго? Конечно. Ну, вы помните, у вас через десять минут массаж. Спасибо. Мам, а что случилось? Папа говорит, что у тебя нервный срыв. Да? Ну, надо же. Матвей, я тебе все объясню, только ты меня дослушай до конца, ладно? Катя твоя сестра. Что? Да с чего ты взяла? Во-первых, она на меня похожа. Вы же в школе уже генетику проходили, правда? Ну, подумай сам, откуда у высоких, у темноглазых, у темноволосых Леня с Викой, светленькая Катя, а? Ну, может, бабушка какая-то. Да? А аллергия на болгарский перец у нее тоже от бабушки? А пятно родимое такое же, как у меня, Матвея. Ну, совпадение какое-то. Понимаешь, дружочек, я ведь тоже не совсем уверена. Я поэтому и в школу устроилась, медсестрой. Я у Катюши образец для анализа ДНК взяла. А меня там Вика увидела, сказала мужу. А муж, естественно, сказал папе. А папа у меня здесь. Запер. Ну, понимаешь, я же не могу это так оставить. Я просто точно хочу знать, ведь есть же шанс. И как это узнать? Пожалуйста, я тебя очень прошу. У меня в черной сумочке квитанцию найди из лаборатории. Она там в кармашке в боковом. И посмотри результат. И что дальше? Ну, в зависимости от результата. Если он отрицательный, то просто скажешь мне. А если он положительный, нужно к следователю, к следователю Колосову сходить, в главк. Сходи, пожалуйста, я тебя очень прошу. Кроме тебя мне же никто не поможет, Матвей. Не поверит просто никто. Ладно. Спасибо. Только папе не говори, хорошо? Мам, ну ты видишь, я шморгала, у меня нос заложен, я заболела. Давай я дома останусь, ну правда. Катя, мы померили температуру, ты себя вчера хорошо чувствовала. Не придуривайся, пожалуйста, я на маникюр опаздываю. Поехали. А я к Лиле пойду, она даст мне справку и отправит домой. Лиля психически ненормальный человек. Ее сегодня, возможно, даже положат в больницу. Папа уже поговорил с нужными людьми. Ну, выглядит нормально. Послушай, психи умеют отлично притворяться. Ты думаешь, она просто так устроилась в твою школу работать? Она хочет тебя украсть, и неизвестно, что с тобой сделать. Мы с папой очень переживаем. Поэтому, пожалуйста, если ты увидишь ее в школе, сделай так, чтобы она тебя даже не заметила. Договорились? Хорошо. Поехали. Ну, пожалуйста. Для моей мамы это очень важно, но она сейчас болеет. Вот ее паспорт, а вот мое свидетельство о рождении. Я, правда, ее сын. Ну, ладно, только в виде исключения. Вообще-то, мы такие вещи только заказчику на руки отдаем. Оно. Извините, вы можете объяснить, что здесь написано? Вероятность материнства 99,9%. Матвей, ты что здесь делаешь? А вы в курсе, что мы маму в психушку упрятали? А, точно. Это же вы и попросили. Понимаешь, все, все очень сложно. Если у тебя есть минут 10, я все тебе объясню. Нету у меня 10 минут. Матвей. Леонид Сергеевич, ну мы идем? Совещание уже началось. Зачем созывал, если сам не успеваешь? Ну что, давай выпьем за то, что все к лучшему. Твоему цинизму пределы есть? Я вообще-то, я чувствую себя полным уродом. Забер жену в психушку, как какой-то... Ну почему уродом? Она же действительно не в себе. Ты 10 лет это терпел. Тебя можно причислять к святым. Но это же не банальный развод из-за какой-то секретарши. Люди тебя будут жалеть. Столько лет шизофреничкой прожить. Что, решил все отмотать назад? Ну давай, попробуй. Не помню, как звали того нервного следователя? Леонид Павлов? Мне есть с ним о чем поговорить. Ты что, решила меня сейчас шантажировать? Ой, давай только без этих громких фраз. Себя защищаю и свое будущее. Значит так, мы с тобой подождем полгода, и ты потом официально представишь меня своему сыну. Сейчас. Ты куда? К сыну. Готовить его к новой маме. Что это? Нет, это я должен спросить, что это. Это несчастная уже 10 лет все считает сумасшедшей. И я тоже. А она оказалась права. Твоя дочь, это ее родная дочь. Ты с ума сошел? Это результаты экспертизы. Я позвоню в лабораторию, ошибки быть не может. Вот. Ничего не хочешь мне объяснить? Или арестовать тебя прямо сейчас за похищение ребенка? Черт. Да, конечно, надо было раньше сказать. Да уж. А еще лучше, вообще не нужно было трогать чужую дочь. Да не чужая она мне. Да, не родная. Мы удочерили ее. Жена пошла на прием к своему врачу, а в женскую консультацию привезли отказницу. Вика просто не хотела, чтобы кто-то знал, что ребенок не родной. Как трогать? Я сейчас расплачиваюсь. Прекрати. Мы любим ее как родную. Да, характер у нее сложный, но это, это наша дочь. Все это звучит очень неубедительно. Правда, никогда не бывает убедительным. Куда? Ты что, хочешь, чтобы тебя арестовали? Привет. Что-то случилось? Ты украла у Лили ребенка. Вот, экспертиза, Зинька. Что за ерунда? Катя, дочь Лили. Где ты это взял? Как тебе пожар-то удалось устроить? Я же думал, ты даже лампочку в люстру вкрутить не можешь. Это Лили тебе дала? Она уже вообще с ума сошла подделывать анализы ДНК? Ты ей сказал, что за это сажают вообще? Леня, я в шоке. Кому ты веришь? Это я в шоке. Вика, рассказывай. Я хотела ребенка, я увидела Катю и взяла ее к нам. И не выясняла, откуда она, чья она. Ты хоть понимаешь, что это проверить элементарно? Как фамилия твоего гинеколога? Так вот, почему ты плакала, когда смотрела Лили на фотографии из роддома? А ты думала, ты так за подругу радуешься. А это была просто банальная зависть. Леня. Да, ты еще спрашивала у меня, как часто находят родители подкидышей. Вика, это похищение ребенка. Да, я ее украла. Потому что я хотела, чтобы у нас была настоящая семья. А я не могла родить тебя, малыша. Леня, я правда очень хотела сделать тебя счастливым отцом, понимаешь? А у Лильки всегда было все. У нее были богатые родители, которые ее обожали. Потом состоятельный муж, сын. Врачи сказали ей, что детей больше не будет, а она еще родила дочь. Почему одним все, а мне ничего? У меня кроме тебя никого не было, Лень. Ты же я идиот, да. Моя жена украла ребенка у лучших подруги, а я даже дважды два сложить не могу. Они даже похожи, как я не заметил. Все толвили сумасшедшие. Виктор, ты вообще понимаешь, скольким людям ты сломала жизнь? Давай все исправим, Лень. Лень, давай все исправим. Я только не знаю, как, ну что, отдать нашу Катю чужим людям? А как же мы? Что с нами будет, Лень? Не знаю. Тебя посадят. И меня посадят. Как соучастник. Следак в курсе анализа, это он мне дал. И сюда наверняка уже едет наряд. Леня. Леня. Ленечка, спаси нашу семью, Леня. Я все сделаю, что ты скажешь. Давай договоримся с этим коллегой. И ты же всегда говоришь, что со всеми можно договориться, Леня. Можно, со всеми. Нет. Вика. Вика. Вика, Вика, стой! Вика, Вика, остановись. Вик, я что-нибудь придумаю. Я добьюсь смягчения приговора. Вика! Так, понятно. Здравствуйте, я. Здравствуйте. Прошу прощения, я отец Кати Павловой, мне нужно ее забрать. Катя только что забрала маму. Буквально несколько минут назад. Ага. Что-то случилось? Нет, нет, все хорошо. Еще раз простите. Мама. 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 Я беру дело под свой контроль. Вика забрала ребенка из школы и уехала. Да, я лицо заинтересованно, а ты что предлагаешь? Флан, перехват. Флан, перехват, хорошо, давай. Сейчас я приеду, и там показания. Баран. Матвей, возможно, ты сейчас не понимаешь мой поступок, но придет время, ты поймешь. Маме помогут, она снова станет веселой и вернется к нам. Мама не сумасшедшая. Да, Леонид? В каком смысле забрать? Ну, ты же сам сказал, что... Ладно, хорошо, жду. Что за бред-то? То отдай, то забери. Катя, моя сестра. Катя, моя сестра, мама не сумасшедшая. Она единственная, кто поняла и почувствовала. А ты ей не поверил. Запер в психушке. Лена, я сейчас иду забирать Лилю. Да, кое-что случилось. Да я помню про выборы. Ты пока не делай ничего с горяча, ладно? Я приеду, все объясню. Связь плохая, говорю, перезвоню. Ты касайся ко мне. Лилю, ну, прости ее. Ну, ты ведь знаешь, что я не хотел. Меня вынудили. А сейчас все изменилось. Мне нужно кое-что тебе сказать. Я тоже хочу тебе кое-что сказать. Я подаю на развод. Лилю. Давай еще чай возьмем, что ты еще будешь? Вот. Да, давай. Может быть, йогурт какой-то хочешь? Нет, подожди, я сейчас еще. Вот это. И, наверное, вот так. Да, я поняла. Катя, мне только что позвонили. Мы уходим. В смысле, я кушаю. Мне сказали, что Лилю выпустили из психбольницы. Нам надо срочно уезжать. Я по дороге что-то куплю. Лиль, я прошу тебя, давай не будем принимать скоропалительных тюшей. А у меня было достаточно времени в одиночестве, чтобы все обдумать. Кого ты принесла? Я не знаю, что вам сказать и как все это объяснить, но я понятия не имел стукать в вашу дочь. Понятия ты не имел. Ты следак или кто? Ты заставил меня запихнуть жену в психушку, а сам со своей не мог разобраться? Как это ты вообще ни о чем не знал? Просто я всегда Вике верил. И когда она сказала, что решила удочерить подкидыша, я ничего не проверил. Она никогда не давала повода даже предположить. Я не верю. Просто уйдите из моего дома. Послушайте, нам надо с вами спокойно во всем разобраться. Не смейте со мной разговаривать. Просто уйдите из моего дома. Я звоню в полицию, мне возвращают ребенка. Это все. Не надо никуда звонить. Дело уже завели. Вот следователь звонит. Да. Нашли машину Вики. Она попала в аварию. Вика исчезла. Катя в реанимации. Она в коме. Подождите здесь. Доктор сейчас подойдет. Спасибо. Уходите. Вы уже и так делом натворили. Не смейте к ней приближаться. Ее и отец. По крайней мере, юридически. Лишение отцовских прав – это дело времени. Лиля, пожалуйста, давайте поговорим об этом потом. Хорошо? Здравствуйте. Мы родители Кати Павловой. Есть у вас какие-то новости, прогнозы, что-нибудь, хоть какая-то информация? Ваша дочь ватанической коме. Ее жизнедеятельность поддерживается искусственно. Других прогнозов я дать пока не могу. А сколько это продлится? Мы можем остаться здесь, подождать. Или на это уйдет несколько дней. Да мы даже не знаем, жив ли ее мозг. Такое состояние может продлиться годами. Уже не говоря о том, что поддержание жизни стоит огромных денег. Ее можно увидеть? Давайте завтра. У меня будет больше данных. Возьмите стерильную одежду, бахилы и извините, меня ждут другие пациенты. Всего доброго. Спасибо. Пойдем. Здравствуйте. Здравствуйте. Следователь полиции Павлов Леонид Сергеевич. Следователь, здравствуйте. А что случилось? Десять лет назад к вам подкинули ребенка. Девочку. Мне нужна медицинская карта этого ребенка. И вся возможная дополнительная информация. Посмотрите, пожалуйста. Наверняка у вас таких подкидышей было немного. Да сколько здесь работы, еще ни одного не было. Это в роддоме обычно оставляют? Или в дом малютки могут подкинуть? А женская консультация-то тут при чем? Мы просто ведем учет беременных. Наверное, нужно дачу родительскую на продажу выставлять. Квартирантов придется потеснить. Кирилл, а сколько у нас на счету? Лиль, послушай. У нас на счету ничего нет. Все ушло на предвыборную. Подожди, ты платишь за это нашими личными деньгами? Ну, не только. Но, во всяком случае, нельзя сейчас раскидываться. Неизвестно, что дальше будет. Это ты что сейчас имеешь в виду? Ну, то, что Катя сейчас, ну, не та. Катя, ты слышала, что сказал доктор? Мозг мертв. Это просто тело, оболочка. Я не знаю, но видно, кому-то наверху не угодно, чтобы у нас была дочь. У меня есть дочь. Она лежит в больнице и ждет моей помощи, Кирилл. А я врач. Я знаю, что она может очнуться, я верю в это. Лиля, ты же педиатр, но не нейрохирург. Я не хочу, чтобы ты до конца своих дней сидела у кровати дочери, которая никогда не очнется. Надо жить дальше. Я сейчас уйду, а ты, пожалуйста, в моей жизни больше никогда не появляйся. Будем считать, что у тебя действительно никого нет. Ну, что ты. Все, у тебя. Все. Документы. Да. Слушай, давай об этом завтра поговорим. Я буду у себя после обеда. Да нет, дома я сейчас. Слушай, Колосов, да никуда я не денусь и глупости делать не буду, не дурак. Вот и добренько. До завтра. Вот адрес. Езжай туда и не спускай с него глаз. Возможно его жена захочет имитивизоваться. Или он сам замешан в этом по уши. Надо за ним присмотреть. Понял. В эту дату такую девочку тут не регистрировали. Одни мальчики указаны. А как такое может быть? Вы что, выдали свидетельство без записи? Скорее всего, подделка. Это ваше свидетельство. Нужно подумать, вы о таком никогда не слышали. Извините, пожалуйста, я рассчитывала, здесь больше будет. Там картье настоящий. Да нам как-то все равно. Мы принимаем по весу металла. Даже камня не считаем. Здесь даже на лекарства не хватит. Ой, а болеют кто-то. Да, у меня дочка в коме. Понимаю. Знаете, если срочно нужны деньги, попробуйте вещи свои в комиссионку сдать. Здесь за углом как раз есть секонд-хенд фирменных шмоток. Попробуйте. Спасибо большое. Даже как-то мне в голову не пришло. Хорошая идея. О, и часики у вас, смотрю, отличные. Такие даже без коробочки возьмут. Хорошо, когда такие подарки делают. Да уж, спасибо спонсору этого праздника. Кирилл, что случилось? Я чуть с ума не сошла. Наговорил всякой ерунды и пропал. Я тебе звоню, трубки не берешь. Лиля не сумасшедшая. Наша дочь действительно жива. Ее украли десять лет назад. Как такое возможно? Это долгая история. Но хуже всего то, что дочь сейчас в коме. Нужны ей огромные деньги. А взять их негде. Я потратил все на предвыборную. Лиля узнала и выставила меня из дома. Кирилл, мой дом для тебя всегда открыт. Что? Господи, пока что я не понимаю еще. Проходите, пожалуйста. Роскошный интерьер. Ну, в каком-то смысле. Камин у нас итальянский. Все дерево в доме настоящее. Пол с подогревом. Что еще? Ясно. Ясно. Мебель, я так понимаю, остается? Да, конечно. Ну, что сказать. Шикарное гнездышко. Но сейчас кризис. За два дня такое не продашь. В этом деле главное не торопиться и не продешевить. Мне очень срочно нужно продавать. Я готова уступать. Просто найдите покупателя, ладно? Вот ты придешь в себя, и я куплю тебе все-все игрушки, которые ты захочешь. Платьец. А потом ты поправишься, и мы все вместе пойдем гулять. Что вы здесь делаете? Не смейте здесь появляться. Я пришел, чтобы помочь. Вы уже помогли неоднократно, но я исправлю это через суд. Или когда-нибудь вы поймете, что к похищению ребенка я не имею никакого отношения. Я виноват только в том, что не понимал, какой человек моя жена. Я не верю, что можно десять лет жить с человеком и ни о чем не подозревать. Врач сказал, что содержание Кати обходится дорого. Вот я, я буду участвовать, что там надо? Лекарства, оплата палаты, что? Мой муж состоятельный человек, мы с Катей ни в чем не нуждаемся. Хорошо, я понял. Просто уйдите. Все в порядке. Вас приняли с санитаркой. Можете приступать с сегодняшнего дня. Спасибо вам огромное. Ну вот, дружок, теперь мы точно будем вместе. Всегда. Да. Кирилл? Помню, что ты говорила, что двери твоего дома открыты для меня всегда? Примешь? Что, только с одним чемоданом? А ты ж меня любишь? Не мои чемоданы. Верно? Заходи. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а Вика сюда не приезжала? Да бог с тобой. Как мать ее померла, так и носа не показывала. Ага. Ага. Вот дура баба. Такой дом хороший был, могла бы и продать. А теперь кто его купит? Развалюха. А может быть такое, что она была здесь, а вы просто не заметили? На пенсии я. Из дома никуда. Я каждый шорох слышу. И если бы кто прошел мимо или свет включил, я обязательно бы увидела. А что случилось-то? Ты Вике кем будешь? А, я ее муж. Подруга у нее завистливая появилась. Гадости про меня она говорила. Вот Вика и убежала, на звонки не отвечает. Ищу. Вот моя визитка. Пожалуйста, вы мне позвоните, если она появится здесь, хорошо? Да, позвоню обязательно. Я ее очень люблю, а так как-то все по-глупому получилось. Ай-яй-яй-яй. Спасибо. А что же это Викуля-то не везет так, а? Такая хорошая девочка, и руки золотые. Она мне телевизор починила десять лет тому назад. И до сих пор работает. Вика, телевизор? Ну да. Мать ее в техникум устроила. А Вика назло выбрала что-то с электроникой. Талант оказался. Да, технику в округе всем починила. Даже проводку. А ты что, не знал что ли? Про электронику знал. Про проводку не знал. Спасибо вам большое. Ну, звоните. Спасибо. Да. Мам, мы в эту дыру добирались час сорок. Как я буду в школу каждый день ездить? И куда мне друзей на день рождения приглашать? Они же это село и не найдут даже. Ну, Матвей, потерпи немножко. Придет Катюша в себя. Я устроюсь на нормальную работу, снимем хорошую квартиру. Но врачи сказали, что она может так и годами лежать. Ошибаются врачи. Скоро Катюша придет в себя, вот увидишь. А на день рождения я тебе кафе сниму. Откуда же у нас деньги на кафе? Я на работу устроилась. Она, конечно, не очень престижная, но на кафе хватит. Мам, скажи, а вы с папой разводитесь? Ой, Матвей, не знаю. Может быть, пока непонятно. Все? Ты еще балл свои вопросы? Лен, рубашка и кофе готов. Рубашка готова, а про кофе забыла. Ну, у меня есть еще минут десять. Я поеду сейчас в больницу Кате. Перенеси, пожалуйста, собрание где-то минут на тридцать позже. Катя, она же в коме. Ну и что? Это же моя дочь. Должен я знать, в каком она сейчас состоянии. Рубашку сейчас принесу. А кофе? Сам сделаешь. Ты зачем к тещу в дом катался? И в ЗАГС? Следы заметал? Твоего топтуна я заметил. Ну так что, наручники нужны? А у тебя против меня личные доказательства есть? Твоей жене нужен был сообщник. Ребенка украли ночью. Затем Виктории потребовалось несколько дней, чтобы собрать все документы. И с кем был младенец? Я проверил. На те три дня ты брал в отпуск. Версия крепкая, да. Отпуск я действительно брал. Я ездил на похороны отца. Вика со мной была всего один день. А потом уехала сюда, чтобы собрать документы. Мы как раз собирались расписаться. И что, она тебе младенца как свадебный подарок привезла? Типа того. А я все эти дни был в селе, где жил мой отец. Это могут подтвердить, у меня есть свидетели. Ну, допустим. И что ты, ничего не заподозрил, когда она привезла в дом чужого ребенка? А я много тогда чего не перепроверил. Зато сейчас пришлось. Я-то был уверен, что у нее образование высшее экономическое. А на самом деле оказалось среднее специальное по ремонту электротехники. Ты можешь себе представить? Так. Что еще? Да только то, что свидетельство о рождении Кати она подделала. Все. В доме матери она давно не была. Друзей у нее нет. Заначки, которые она взяла из квартиры, ей хватит по несколько месяцев. Нигде она и понятия не имеет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Ну вот, мы умылись. Теперь можно отдохнуть. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Эй, новенькая, нам там девчата из столовой оставили комплексный обед. Недорого, как для своих. Может, пойдем? Нет, спасибо. Я свое принесла. Ну, как хочешь. Спасибо, девчонки. Будем ужинать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Катя. Катя. Тебе не вкусно, да? Я понимаю, каждое утро начинать с яичницы, надоедает. Потерпи немножечко, ладно? Время пройдет, все наладится. Будут у нас и мюзли, и бутерброды с ветчиной, к которым ты привык, ладно? Да не волнуйся, мам, ты приготовила замечательный омлет, а не нравится мне вся эта сложившаяся ситуация. Спасибо, сыночек. Мама, что случилось? Мама, что случилось? Ничего, просто в глаз попало, что-то режет. Мам, ты что, в дырявых сапогах ходишь? Заклею. Собирайся, на маршрутку опоздаешь. Мать, вот это сюрприз. Заходи, надо тебя видеть. Ну как ты? Как дела? Мама не знает, что здесь. Пап, нам нужна помощь. Денег совсем нет, даже на еду. Мама ходит в дырявых сапогах. Кирилл, у нас тут такая кондитерская открылась, может, пообедаем? Матфей! Сколько раз тебе говорите, что уже обновление называть меня Кириллом Александровичем? Кириллом Александровичем, ну я, он бы все равно все узнал, рано или поздно. Да, Павел Петрович. Хорошо буду. Кирилл, я... Спасибо, наелся. Спасибо. Вот такие вот маски шоу. Взяли начальничка твоего, час назад, прям в кабинете. Все документы, компьютеры забрали, следак у них новый, прытки больно. Так что жди, Кирилл Александрович, гостей с вопросами. У тебя, у тебя-то хоть с бумагами все в порядке? Да, там комар носа не поточит. Хорошо. Девочки, дайте. Давай-давай. Возьми. Давай. Эда, ты работу ищешь? Да, официантом или уборщиком. Сколько тебе лет? Семнадцать. Паспорт забыл? Дома забыл. Не морочь мне голову. Сегодня утром моя мама плакала, потому что у нее сапоги дырявые. Моя сестра в реанимации, мама работает там по ночам, но денег все равно не хватает. Поэтому мне очень нужна работа, любая. Вы опоздали на тридцать минут. По-вашему, я должен судно выносить? Я прошу прощения, маршрутка просто опоздала, я... Раньше выходить нужна, дорогуша. А это что такое? Молодой человек, в такое время посещения запрещены. Служба. Вы меня простите, мне с Лилией Витальевной поговорить надо. Ну хорошо. Только пускай сначала Лилия Витальевна соблаговолит вынести все судно, а потом разговариваете сколько вам угодно. Я не понял, вы тут что, санитаркой работаете? Зачем? Сотрудникам больницы дают небольшую скидку на лечение, а я дом не могу продать. И деньги просто утекают. А как же Кирилл? Тогда зачем вы мне соврали, что все в порядке? Знаете что, Лилия, вы можете лишать меня родительских прав, пожалуйста. Но я все равно не буду Катю любить меньше, я просто не смогу, вы это понимаете? Она единственный важный человек в моей жизни. Поэтому Кате на лечение оплачивать буду я. Честно говоря, у меня уявили. Вы обеспеченная женщина и пошли в больницу судно выносить. Урожен. В этом нет ничего постыдного, у меня профессия врач. Какая разница, как помогать людям? Согласен. Можно я увижу Катю? Выпить и закусить, срочно. Две минуты. Я, кстати, купила кое-что в нашем любимом ресторане. Сейчас разогрею. А что, домашненького нет? Кирюш, а ты вот пришел и даже меня не поцеловал. Я не знаю, откуда они узнали. Сегодня Заму Петровичу постоятельству взяли. У нас проблемы, причем серьезные, все один к одному. Подозрение в коррупции и еще развод маячит. Меня просто загнали в тупик. Единственный выход, это вернуться к жене. А при чем тут же, да? Ну, при том, что сострадали с женой и больным ребенком. А рейтинг мой резко возрастет. Такой человек в глазах электората, он не может воровать. Меня тогда никто тронуть не сможет. Я только встала, Кирилл. За десять лет я упустила столько возможностей. Неужели ко мне можно только прихватить и уходить для рейтинга? Ну, пойми, ну, потерпела, ну, десять лет, ну, потерпи еще два месяца. У нас другого выхода нет. Да, есть выход. Какой? Вот ты формально миришься со своей женой, ухаживаешь за своим ребенком, а живешь ты со мной, и точка. Ну, во-первых, я бы там сразу же пронюхает пресса, а во-вторых, что я Лиле скажу? А ты подумай, ты же умный. Лиле, я все прокручиваю в голове и никак не могу понять. Вы же с Викой дружили с самого детства. Почему вообще все это произошло? Почему именно вы? Не знаю. К нам приходила домработница Тамара. Вика и ее дочь. Я была болезненным ребенком, дома сидела. А Вика, ну, вы знаете, она живая, энергичная. Мы подружились, играли вместе, фактически вместе выросли. Родители мои ее очень любили. И что, ничего не было подозрительного? Ну, может, между вами что-то произошло? Может. Было несколько поломанных игрушек. Кукла моя любимая. Но Вика каждый раз извинялась, говорила, что случайно. Я верила, не придавала этому значения. Знаете, как в детстве бывает? Да. Я все-таки поражаюсь вашим упорством. Я поднял много материалов, статистику. 99% матерей на вашем бы месте сдались. Да и не каждая мать смогла бы почувствовать, что это ее дочь. Вика точно не из вашей категории женщины. Вы ошибаетесь. Она 10 лет растила чужого ребенка. И никто не заподозрил, что она не родная мать. Это, наверное, только я не заподозрил. Они же постоянно ругались. Практически с того момента, как Катя начала понятное разговаривать. А я даже не подумал задаться вопросом, почему все так. Матвей, нам надо поговорить. Мне некогда говорить. Я на работу опоздал. О, а что это еще за новость? Мама, а в курсе? И что за работа тебе заниматься надо? Математикой? Папа, я единственный мужчина в семье. Не задерживай меня. Ладно. Вот. Вот тебе возьми. Я хочу помочь. Я продам машину. Кредит возьму. Вы знаете, сколько нужно на лечение Кати? Лене свою лучше отдай. Матвей. Я просто оступился. Ну, так бывает с мужиками. Ну, ты вырастешь. Поймешь, а не поймешь. Я надеюсь, простишь. Дай мне шанс. Я хочу восстановить нашу семью. Деньги я не возьму, но если хочешь помочь, спроси у доктора. Он скажет, что нужен. Я в курсе, что вы давно ждете ремонта. На бюджете не хватает средств. Я считаю, что больница должна быть в приоритете. Поэтому я поспособствую ускорению процесса. Спасибо, Кирилл Александрович. Но поверьте, о вашей дочери и так прекрасно заботятся. Да я не сомневаюсь. У вас в клинике особый подход ко всем. А вот жена ваша меня поразила. Так добровольно подрядиться. Убирать по ночам утки не каждый способен. Утки? Ну да, у санитарок не самая приятная работа, да и зарплата мизерная. Но ваша жена молодец. Не жалуется. Катюш, когда ты поправишься, я разрешу тебе покрасить волосы в любой цвет. Какой сама захочешь. Ну, например, в голубой водишь, как в мальвина. Ниль, вы знаете, у меня в последние дни бессонница жуткая. Стресс. Так вот я придумал способ, как с ним бороться. Кулинари. Вот пончик этот спек от ворожных. Угощайтесь. Вообще-то в палате есть нельзя. Давай. Но поскольку я здесь сама убираю, я угощусь. Ммм. Нравится? Очень вкусно. Вы действительно сами испекли? Ну, конечно. Я в свою очередь могу угостить вас бутербродом с сырокопченой колбасой. С удовольствием. Матвей с первой зарплаты купил. Он теперь подрабатывает репетитором для ребят из младших классов. Молодец, Матвей. Серьезный парень растет. Раз уж мы с вами совершаем преступление и идем в палате, мы, что ли, перейдем на ты? Согласна. Ах, вот оно что значит. Избавился от своей жены и взялся за мою? Кирилл, уйди, пожалуйста. Тебе здесь делать нечего. Отлично. Я как раз хотел поговорить с Леонидом. Выйдем? Все, нормально. Ну, говори. Не смей трогать мою жену. Дальше говори. Вы с ума сошли? Прекратите немедленно. Лиля, я надеюсь, ты простишь мою ошибку, а я докажу, что люблю тебя. А что здесь происходит? Может, охрану вызвать? Не надо охрану. Кирилл Александрович уже уходит, да? Пойдем, Леонид. Лиля, ты прости меня за то, что все так получилось с Кириллом. Не сдержался. Не хочу это обсуждать. Я подаю документы на развод. Есть вещи, которые не прощают. Понимаю. Чаю хочешь? Хочу. Спасибо. Катенька. Катюша. Покиньте, пожалуйста, палату. Покиньте палату. Да, да. Мама. 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 Где мама? Ты, дети, век мой. Привезите мать девочки, как можно скорее. Сейчас, наверное, не стоит говорить правду. Да, я слушаю. Здравствуйте. А Кирилл Александрович сейчас не может подойти. Это мама Матвея. Зачем? Куда приехать? Что значит на второй год? В смысле пропускает контрольное? Я поняла. Да, хорошо. Спасибо за звонок. До свидания. Катюш, мама немного пострадала в аварии. И поэтому несколько месяцев будет лечиться в санатории. А заботится о тебе, пока будет Лилия. Даже, может, поживет у нас какое-то время. А можно без Лилии? Пап, я ее боюсь, я не хочу с ней быть. А почему ты ее боишься? Мама сказала, что Лилия сумасшедшая и хочет причинить мне вред. И что ее вообще должны были положить в психушку. Так, понятно. Милая, мама что-то напутала. Лилия абсолютно здоровая, и она, она очень хороший врач. Нет. Катюш, ну, Лилия очень много сделала для тебя здесь в больнице. Мы много провели времени вместе. Я ее знаю, она, она молодец. Психи умеют отлично притворяться. Ах, ну, вспомним. Мы много вместе гуляли, вы прекрасно общались. Если бы она была, мы бы с тобой наверняка это заметили. И потом, кто-то должен о тебе заботиться. Я все время на работе. Она лучшая кандидатура. Сейчас, Катюша, я верю. Ага. Что? Что-то случилось? Вика ей сказала, что, что ты сумасшедшая и хочешь подчинить ей вред. Поэтому, сейчас говорить ей, правда, нельзя. Она будто снова пытается отобрать у меня дочь. Слушай, я не знаю, как ты к этому отнесешься. Но я сказал Кате, что первое время ты поживешь у нас и будешь следить за ее лечением. А она что? Ну, вроде согласилась. Хорошо, я могла бы приезжать утром. Я буду Матвея в школу завозить. Честно говоря, я думал, может быть, вы с Матвеем переедете ко мне. Пока. Зачем это? Ну, как зачем? Ты все время будешь с Катей. В домашней обстановке она расслабится. Вы привыкнете друг к другу. Да и Матвей до школы недалеко. Да ты не переживай. Я думаю, практически не бывает места хвостя. Это как-то неправильно. Лиль, я не знаю, правильно это неправильно. Но это лучший вариант для нас всех. Ну, вот уже бы должны и приехать. Смотри, вот Катя купил. Как думаешь, ей понравится? Что ей вообще нравится? Я понятия не имею, но надеюсь узнать. А тебе я хочу сказать, что ты моя радость. Мам, а ты уверена, что нам нужно жить с этим Леней? Ой, Матвей, он хороший человек, я ему доверяю. Он действительно хочет помочь. Ну и потом, это же временно. Просто пока мы Кате всей правды не скажем. А сейчас пока рано говорить, она очень слабенькая еще. Ух ты, вот это да. Праздник? Да. Фу, чем-то воняет. А, это я свечки ароматические зажгла. Ну, чтобы запах обращающего средства ушел. Купила ваниль, вишню. А тебе какие запахи нравятся? Никакие, я к себе. Лиль, ну, ей нужно время. Да я понимаю, конечно. Вообще-то, молодец. Очень красиво. Спасибо. Вы простите, у меня пирога. Ну что, Матвей, добро пожаловать и спасибо за понимание. А вы вот сейчас так стараетесь, потому что чувствуете себя виноватым? Ну да, в какой-то степени. Запомните, я маму в обиду не дам. Это правильно. Это по-мужски. Ты молодец. Ладно, я пойду, мне надо урок проводить. Ну, ладно. Помогу. Нет, я candleука. Так, у меня уже честноf, я не знаю, как заvi установino. Я знаю. Нет. Я не знаю. Я думаю, что это Why? Привет. Говорить нужно. Нам не о чем говорить. Я вообще-то на работе. Послушай, мальчик, если ты не будешь сговорчивым, мне придется позвонить в трудовую инспекцию, лишить тебя работы. Вот у этих прекрасных людей будут большие неприятности. И что вам надо? Скажи мне, где вы сейчас живете? Вроде на дачу переехали или снова в городе. А папа сам не мог спросить, да? Вас послал. А давай ты не будешь умничать и просто ответишь мне на вопросы. Мы живем у Лени. Катя пришла в себя и мама о ней заботится. А я работаю. Что-то еще интересует? Нет, я все услышала. Спасибо. Ты омпучка. Катюша, чего ты салат не ешь? Я знаю, ты овощи не любишь, но вот сделала кускус с соусом, с кусочками сыра. Я не буду есть вашу гадость. С кусочками сыра. Хорошо, но второе рыба есть. Ненавижу рыбу. А что ты вообще ешь? Или тебя по ресторанам каждый день водят? Мама всегда готовит то, что я люблю. Она вообще никогда не готовила. Неправда. Мама умеет делать вкусные омлеты, варить вкусные макароны. Ну, разве что это. Да ну замечательно. Я отварю макароны. Катя, Катя, стой. Сядь. И вообще надо сказать Лиде спасибо за то, что она приготовила ужин. А я не хочу это есть. Мама меня никогда не заставляет. Катя, прекрати себя так вести. Я не хочу вас всех видеть. Я хочу к маме. Катя. Катя. А ты куда? Мне нужна встреча со Сливой. Судя по всему, она не собирается мириться. Мне сегодня уже два раза журналисты позвонили по поводу моей дочери в коме и моей жены уборщицы. Хорошая городишка, да? Не слухи, а мухи. Смешно, правда? Обхохочешься. Накануна наше будущее. Я поеду на дачу. Только жена твоя не на даче. Она у любовника. У какого любовника? Чего ты взяла? Лили не изменяет мне. Хереш, а ты не задумывался, почему она так быстро тебя выставила? Почему она решила все продать, иметь твое имущество? Почему она решила лишить тебя карьеры? Всех денег? Ну, имущество-то понятно, нужны деньги на лечение, но карьера-то моя, зачем ей? Слушай, вы мужики такие наивные. Она просто не хочет, чтобы ты лез в ее новую жизнь. А ты знаешь, с кем она сейчас живет? С этим следаком, Леней. Помнишь такого? Что? Да. Я его убиву. Да не горячись, тут по-другому нужно действовать. По-другому? Это как? Ну, нужно подставить этого следователя. Когда мы его нейтрализуем, он поймет, что в чужие дела не нужно лезть. А жена твоя сбежит от него. Разочаруется. Мы же женщины и не любим проигравших. К тебе придет. Твоя предвыборная у тебя в кармане. Ну, допустим. А как мы... Как мы его подставим? А есть у меня один клан. Ты офигела? Мне в школу и на работу завтра. Ты нормально, человек приперся. Знаешь что? Если никто не хочет сказать тебе правду, то ее скажу тебе я. Ты офигела? Мне в школу и на работу завтра. Ты нормально, человек приперся. Знаешь что? Если никто не хочет сказать тебе правду, то ее скажу тебе я. Матвей, не надо. Не трогайте меня. Спокойней. Все хорошо. Ты молодец, что решил сказать правду. Но лучше об этом поговорить утром. Она уже достала. Кто-то же должен ее успокоить. Да, спокойней, спокойней. Но лучше это сделают родители. Согласен? Что он хотел мне сказать? Это про маму? Нет, малыш. Это не про маму. Матвей хотел тебе рассказать, что... что он не только учится, но еще и работает. Поэтому ночью он должен спать. А твоя музыка ему мешает. И не только ему, но и нам. Да, и тебе тоже. Не трогай меня. Не надо, мне жарко. Спокойной ночи. Да, теперь так сразу и не уснешь. Кажется, Катя меня действительно ненавидит. Наверное, меня никогда не примет. Примет ли? Просто еще не время. Ее возраст такой непростой. Она и раньше такую устраивала. Да. Пубертат. Ну, случается. Сама говорила. Да и Вика постаралась, что надо. Спасибо. Себя совершенно беспомощно и чувствую. Представляешь, какая ирония судьбы? Я ее столько лет ждала. Я ее искала. И вот, я вообще не могу найти с ней общей из-за книги. Ты знаешь, Катя любит шарлотку. Пирожки, выпечку разную, сыр. Мясо под сыром просто обожает. А кроме еды? Кроме еды, мультфильмы, ну, естественно, все новинки. Так, когда у нас премьера? По четвергам. Ты сама-то в кино давно была? Давно. Самое время сходить снова. Спасибо тебе. Тебе спасибо. Ты так мужественно все это переносишь. Чем это пахнет? А я пирожки с капустой испекла. Ты их любишь? Люблю. И я тоже их люблю. Они мне про детство напоминают. Меня часто к бабушке отправляли. Она к моему приезду всегда пекла пирожки с капустой. И что? Ничего, просто бабушку тоже звали Лилия. Меня в честь ее назвали. Она у меня музыку преподавала. Готовить ничего не умела, только пирожки с капустой. Представляешь, даже яичницу пережаривала. Правда, что ли? Да. И даже если яйца варила, все равно то их переваривала, то не доваривала. Бабушка вообще у нас семейная легенда. Если захочешь, я тебе потом про нее расскажу. Хорошо. А я кашу не сильно люблю. Можно я пирожками позавтраку? Ох, Катерина. Конечно, стоило бы тебя накормить кашей. Но я сейчас отвернусь, а ты за моей спиной возьмешь и съешь пирожок. А в кино любишь ходить? Шутишь? На мультики или что-нибудь про супергероев, да? Конечно. Ой, а еще если взять с собой ведро сырного попкорна? Я обожаю сырный попкорн. Но мама говорит, что от него толстеет. Завтра четверг, премьерный день. Хочешь, пойдем? Хочу. Хорошо. Значит так, ты доедай, допивай, собирайся и поедем. Сегодня я тебя отвезу. Нет, ну цикл, вот эти, наверное, по-моему. Ну так эти возьми, они недорого. Вот, да? Так эти ж лучше все равно. Лен, здравствуйте. Давайте я вас подвезу. Я к малознакомому мужчину в машину не сажусь. Так мы с вами знакомы. Следователь по особо важным делам Леонид Павлов. Я как-то заходил в гости к вашему боссу. Говорят, у него проблемы на работе. Я о работе Кирилла Александровича с незнакомыми не разговариваю. Я бы на вашем месте не был такой категоричный. Вот, возьмите, на всякий случай. Вдруг у вас приоритеты поменяются и Гриша теперь говорит. Сомневаюсь. А зря. Это тебе. Мы решили нам поднять настроение. Спасибо. Советы твои очень помогли. Мы с Катей так славно поболтали с утра. Договорились завтра в кино сходить. Здорово. Я тут билет купил. На Лебединое озеро. Нет, мы пойдем все вместе, четверо. Матвей будет в ужасе. Я все продумаю. Я места взял на последний ряд. Поближ к выходу. Если нас Матвеем культурой придавит, мы с ним выкуриваемся по фиатам. Вот, возьми это хозяйство и что-то еще. Я заметил, ты все на свое покупаешь. Продукты, те же. Не надо, у меня осталось кое-что после увольнения, не стоит. Нет, бери. Это не обсуждается. Ну, считай, что эта плата тебе, как дизайнеру. Вон, как ты гостиную преобразила. А что, и атмосфера стала такая, очень семейная. А что, если всю квартиру так оформить? Сможешь? Смогу. Ну, ладно, я пошел тогда. Да. Кирилл Александрович, а у нас с вами все хорошо? Босса вашего взяли. По новостройкам в заповеднике дело открыли. Открыли. Копают под нас. Поэтому победа на тендере должна быть кристально честной. Вы-то, может, как-то постараетесь? Да вот, подумали, под старину. Горгури заказали у скульптора. Ну, вот и отлично. Только проблема в том, что следак этот Павлов, он на хвосте у нас сидит. Ну, одна маленькая птичка сообщила мне, что Павлов неравнодушен к барышкам в бумажке. Говорят, он жениться, снова собрался. Ясно. Спасибо, птички. Спасибо. Спасибо. Слушаю. Ба, какие люди. Здравствуйте, товарищ следователь. Давно не виделись? Давненько. Чем обязан? Есть что сказать по поводу строительства в заповеднике? Ну, зачем я так начальник? С места и в карьеру. Я ведь просто побеседовать пришел о жизни, о том, о сем. Угу. Побеседки это хорошо. Мы ведь начальник люди честные и природу любим. Готовы высадить гектар леса, а территорию взять на содержание. Молодцы. Только вот надо бы разрешение. Угу. Надо, чтобы не мешали. Это за понимание. Сколько здесь? Это для начала, а дальше как пойдет. Угу. Хорошо. Так и мы звоним сюда. Ну, по поводу разрешения. Ну, чтобы не затягивать. Павлов беспокоит. У меня попытка дать взятку должностному лицу. Фамилию запиши. Кузнецов. Какая взятка? Ты что? Какая взятка? Начальник, ты что? Вы все свои. Тихо, тихо, тихо. Спокойно, ребят. Да что ж такое? Да что ж за ксминел такое? Да я ж ничего никому не давал. Он всё traditional. Я же скисав. Я не знаю. Кирилл, ты стал еще красивее. Извини, Кирилл, я очень спешу, что ты хотел? Я хотел сказать, что мы наделали много ошибок. Давай начнем заново. Ведь у нас была такая любовь. Если хочешь, мы можем развестись. И начать заново. Я буду ухаживать за тобой, носить на руках, боготворить. А потом мы поженимся. Я так понимаю, теперь ты все сказал. Тебе кольцо не понравилось? Я могу поменять. Не может так быть, Кирилл, ты понимаешь? Так быть не может. Ты меня предал, ты дочке отказался помочь. А теперь ты извинился, и мы все отмотали назад. Тебя рядом не было в самые сложные минуты моей жизни. Мне не нужен такой муж. Лиль, давай поговорим. Мы ведь цивилизованные люди. Это все, Кирилл. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Он меня выгнал из дома, понимаешь? Он влюбился в Лилию А тебе сказал, что я в санаториях, хотя я там не была Если ты хочешь, чтобы мы были вместе Нам нужно с тобой сбежать В смысле сбежать? А папа? Катюша Папа променял нас На Лилию и Матвея, понимаешь? Он нас больше не любит Мама, это неправда, он нас любит Послушай, если тебе с ними лучше Оставайся Но мы с тобой больше никогда не увидимся Нет Мама, нет Только не бросай мне, пожалуйста Я все сделаю, как ты скажешь Конечно, не брошу Ты что? Значит, слушай меня внимательно Я все подготовлю Подготовлю документы Сделаю тебе загранпаспорт и приеду за тобой, хорошо? Сейчас самая баба никому ничего не рассказывает Ничего И постарайся вести себя, как обычно Чтобы папа ни о чем не догадался И на чем тебя спрячет И на тебя вообще никогда не выйдет Договорились? Носики-курносики Люблю тебя Я тебя люблю Пока Сука ты, Леня Зачем вы так? Все люди ошибаются Вот я, например, верю, что вы ошиблите И вообще считаю, что в этой игре вы, скорее всего, жертва Я проверил разрешение на строительство в заповеднике Все, как мы и говорили Выдал его Кирилл Александрович Моруховский Выдал, потом отозвал Поэтому я предлагаю следующее Вы мне Моруховского А я забуду О нашем засадном Недразумении Сделка с ментами? Ты за кого не принимаешь? Мое дело предложить Не хотите, как хотите Лишение свободы и исправительной работы До двух лет С последующим лишением права заниматься Ну что, постой меня, Чаник, подожди Какие два года? Подожди Договоримся Ну вот, отлично, я слушаю С Моруховским мы часто сотрудничали Но никогда не шли против закона Он сам предложил Ну, конечно, конечно За откат? Ну, да Он предложил поучаствовать в тендере На сонос исторического здания И постройку торгового центра Сказал, что выиграем это дело Ну, за определенный бонус, конечно Кузнецов, а если правда? Снос четырех исторических зданий Дальше квартал, где раньше было Ведомственное жилье Там сейчас многоэтажки Доказательства? Маруховский сам лично ничего не касался Все дела проходили через его секретаршу Леночку Она вроде любовница Леночку Катюша! Катенька, скажи, пожалуйста У нас кто-то был? Да я не знаю Я только со школы А что? Ничего Я иду Я иду Продолжение следует... Кирилла Александровича нет. Здравствуйте, Лена. Леонид Павлов беспокоит. У нас идет одно расследование, требуется ваши показания. Давайте решим, где мы с вами встретимся. Либо у нас в полиции, либо на нейтральной территории. Выбирайте. Хорошо, давайте в кафе Олимпия за углом. Я смогу быть минут через 30. У меня есть фотографии официальных документов на строительство. И неофициальных, с настоящими суммами. Номера счетов и квитанции о денежных переводах. Но мне нужна гарантия моей безопасности. И где бы полиция могла случайно найти оригиналы? Ну, например, в его доме, в его кабинете. Договорились. Почему я должна вам верить? Потому что у вас нет другого выхода. Катюш, тебе не понравилось? Давай я что-нибудь другое приготовлю. Я пойду спать. Ты плохо себя чувствуешь? Я что, не могу просто хотеть спать? Можешь. А завтра у нас все в силе? Нет. Я посмотрела этот дурацкий мультик. Я не пойду. Мам, а это что сейчас вообще было? Не знаю. С утра все было в порядке. Мы договорились в кинотеатр вместе сходить завтра. Сейчас человека как подменили. Мам, мне кажется, нужно сказать ей правду. Сколько она еще будет тебе эти нервы трепать? И время еще. А когда будет время? Сколько нам еще так жить? Не знаю. У нас нет другого выхода. Матвей, мы с папой разводимся. Это из-за Кати или из-за этой секретарши? Нет, сынок, это из-за меня. Просто мы с папой по-разному стали смотреть на жизнь. Мам, что бы ни случилось, я с тобой. Снова жена выгнала? Чего выгнала? Я сам пришел. Лен, я понял, что люблю только тебя, Ленка. У тебя. Чего себе. Да. А с размером что? Великовата? Я так на глаз взял, думал, подойдет. Я завтра поменяю. А ты мне зачем прешь? В смысле? Ты ведь прекрасно знаешь, какой у меня размер кольца. Пятнадцатый. А я вот прекрасно знаю, что у твоей жены восемнадцатый. И это колечко ты купил именно для нее. Ты меня за кого держишь? Мы что, куда-то уезжаем? Не мы, а ты. Ты собрала все мои вещи? Да, собрала. А, подожди. Вот еще. Это что? Надеюсь, больше тебя никогда не увижу. А ты мне дай мои ключики от дома. Замечательно. Замечательно. Голос. 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 ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Кирилл больше не может меня расстроить. Это точно. Лиля. Когда все это закончится, ты выйдешь за меня? Ты серьезно сейчас? Да. Извини, пожалуйста, то есть ты днем спишь с одной, а вечером ты намерен жениться на другой. Спасибо, не надо, у меня уже есть такой муж. Не понял. И подруге своей, пожалуйста, передай, если она намерена как-то застолбить место, вовсе не обязательно так стараться. Духи, помада, это лишнее. Я, в общем-то, не претендую. Вам нужно немедленно уехать в безопасное место. Вика вернулась. В смысле Вика? Ты думала, я себе в любовницу приглашу? Я тебя очень уважаю, себя тоже. Я подумала, что... Лиля, потом поговорим, сейчас некогда думать. Вика была здесь. Она забрала вещи и украшения. Больше в квартиру никто попасть не мог. Так она жива, что ли? Живее всех живых, надо срочно уезжать. Никто не знает, что у нее в голове. Пожалуйста, собирайся, я тебя очень прошу. Хорошо. Катюш, пожалуйста, давай сейчас без этих перфомансов. Вставай. Я никуда с вами не поеду! Катюш, послушай, это временно. Нам надо уехать из-за моей работы. Здесь нам оставаться опасно. Ты поедешь с Ильей Матвеем. Как только я решу все свои проблемы, вы сразу сюда вернетесь. Я не хочу никуда с ними ехать! Я хочу к маме в санаторий! Отвези меня к ней! Или нет никакого санатория? Где моя мама? Почему ты ее прячешь? Да вот твоя мама, вот! Матвей! Что, Матвей, что, Матвей, хватит! Вот твоя мама, другой у тебя нет! Что за бред? Это не бред! Тебе украли, когда ты была совсем маленькая! И украла это Вика, которую ты называешь мамой! Она преступница! Папа! Папа, скажи, пожалуйста, что он врет! Нет, Катя, он не врет! Это правда! Вставай, я по дороге тебе все объясню! Я не поеду с вами никуда! Так понятно! Папа! Папа, отпусти! Папа! Папа, я тебя не везу! Папа! Катя, я не знал всей правды, пока не увидел этот анализ! Я не знаю, зачем мама, зачем Вика это сделала, но ты должна знать, что я очень люблю тебя! И так будет всегда! Твоя настоящая мама, она искала тебя целых 10 лет и не переставала любить тебя ни минуты! И она тебя нашла! Вы мне врете специально, для того, чтобы я ее забыла! А я не забуду! Моя мама это Вика! Неужели так будет всегда? Вот только все наладится, она будет возвращаться и снова, и снова отбирать у меня дочь! Лили, это вопрос времени! Прости, мне сейчас некогда разбираться с ее настроением! Я должен искать Вику, пока она еще что-нибудь не натворила! Дверь никому не открывать, на улицу не выходить! Продукты я привезу! Хорошо! Катюша! 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 Катя, ты спишь? Моя девочка! Катя, ты спишь? Катя, ты спишь? Катя, ты спишь? Катя, ты спишь? Катя, ты спишь! Катя, ты спишь? Катя, ты спишь! Катя, ты спишь! Ну и где она теперь может быть? Понятия не имею. Я попросил поднять записи с камеры наблюдения возле моего дома. Надо отследить, на чем она приезжала. Это отправь кого-нибудь на дачу Криви. Пускай присмотрит, мало ли что. Хорошо, мне отправлю бойцову. Так, вот адрес. Леша, у меня к тебе просьба. Если вы ее задержите, дай мне с ней поговорить. Хорошо. Мама! Тихо, тихо, прыгай. Осторожно. Обижали. Тихо. Катя. Катя! 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 А что это за место? Тихо, не кричи. Это дом твоей бабушки. Мы просто здесь не были. Соседи спят, не надо никого учить, поняла? Катя! 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 Я твоя мама, понимаешь? Я, не Лиля. А мне больно! Извини, пожалуйста. Мама, ты меня прости, пожалуйста. Я правда... Мама, я прости, пожалуйста. Мама, пожалуйста. Мама. Сейчас надо просто потихонечку помолчивать. Нет, пожалуйста, сядь. Сядь, просто тихоньку посиди. Я сейчас успокоюсь. Сейчас я успокоюсь. Все хорошо. Все хорошо. Все хорошо. Все, все нормально. Хорошо. Прости меня, пожалуйста. Я просто очень переживаю, что папа нас найдет раньше. Что папа сейчас сюда приедет. И найдет нас до того, как мы сможем улететь. Мне сейчас нужна твоя поддержка. Мне нужно, чтобы ты себя хорошо вела. Хорошо? Потерпи, пожалуйста, немножечко. Я сейчас схожу наверх, посмотрю. Бабушка у нас запасливая была. Там должна быть какая-то еда. Я сейчас... Сейчас я приду. Ну, следов особых не осталось. Девочка забрала с собой вещи. Выбралась через окно. Видно, там уже ее ждали. Она сама ушла? С Викой? Лилия, сосредоточься. Ты что-то слышала? От чего ты проснулась? Я... Я ничего не слышала. Я просто почувствовала беспокойство какое-то. Встала и зашла к ней в комнату. Я не была уже. Матвей, ты что-нибудь слышал? Нет, я устал и заснул сразу. Так, понятно. Надо разослать ориентировки. И на Катю тоже. Да. Соседка? Какая соседка? А, да-да. Здравствуйте. С... Свет в доме? Спасибо. Я, кажется, знаю, где они. Бегом. Кать! Кать! Я нашла! Смотри! Макароны нашла. Представляешь? Говорят, что макаронами через двадцать лет нужно есть. Кать! Вика! Вика, стой! Вика! Катя! Катюша! Катя! Я видела. Я все видела. Мамашка вот туда побежала, а девочка туда. Спасибо. Катя! Мама! Мама! Тучечка! Девочка! Девочка моя! Вика, остановись! Вика! Вика, достой! Вика! 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 Зачем? Вика! Вика! Девочка моя, я понимаю, она все это время была твоей мамой. Она тебя очень любила. По-своему, она очень сильно тебя любила и хотела тебя только добра. Я не знаю, где она сейчас находится, но я очень надеюсь, что ей там хорошо. Ладно, я пойду, математика ждет. А что с математикой? Да там новый препод столько задал, а я же пропустил много. На дом покупатели нашлись. Ты, может, бросай репетиторство. Деньги есть. Я не хочу бросать, мне нравится. Так что с математикой? В школе я в этой дисциплине преуспевал. Могу помочь. Правда? Поможете, Леонид Сергеевич? Можно просто, Леонид. Конечно, помогу. Пойдем посмотрим. Ну, а я со стола уберу, чай заварю. Мам, можно я тебе помогу? Доченька, конечно, можно. Можно все, что ты захочешь. Ну, а теперь я хочу услышать правду. А где ты работаешь на самом деле? Так я же говорю, репетитором по математике. В наших классах. Понятно. Поэтому у тебя одежда вечно в соусе, в кофейных пятнах. И от задач своих ты так устаешь, что в девять часов спать ложишься, да? Ладно, стой, стой, репетитор. Это между нами. Берегище. Рассказывай. Да я в кафе работаю. Пошел туда, когда денег не было. Сначала, конечно, тяжело было, но потом втянулся. Ребята прикольные, да и постоянные клиенты уже появились. Но только если мама узнает, убьет. Значит так, маму я беру на себя, а с учебы я тебе помогу. Рука. Я так понимаю, день был сложный. Как насчет чая с пирогом? Да, спасибо. Лень, мы не закончили один разговор. Ты мне так и не ответила. Ты выйдешь за меня замуж? Все еще Кирилла любишь? Нет. Просто вот так вот сразу после... После гибели Вики как-то это неправильно. Лиль, мы и так очень много времени потеряли с людьми, о которых ничего не знали. Жизнь идет, а мы все чего-то ждем, сомневаемся, боимся. Я за Матвея очень переживаю. Как он вас примет? У него такой возраст сложный. А что вам, Матвей? Хороший парень. Я уверен, мы найдем общий язык. Да и, Катя, у нас с тобой... Я согласна, Лень. Да. Да. Ты позволишь? Конечно. Только я сначала все же разведусь. Однозначно. Дом в отличном состоянии. А какое отопление? Уточним. Мы уже можем на следующей неделе перевести наши вещи? Нет, не можете. Дом не продается. Но позвольте, хозяйка здесь Лилия Витальевна, и она будет решать, продается дом или нет. Ну и что? А я здесь живу и подаю в суд на решение Лилии Витальевны оставить меня без крыши над головой. А пока идет суд, дом продавать нельзя. Вот такая незадачка. Что это значит? Мужчина, вы кто вообще такой? Дорогая же, не нервничай. Брокер все решит. Это временное недоразумение. Мы сейчас все выясним. Спасибо. До свидания. Ну и зачем? А ты что? Хотела просто так меня высунуть на помойку и жить здесь с любовничком и детьми? Ничего не получится. Ну и куда ты? Да нет у меня желания наблюдать вот эту вот клоунаду. Заберу кое-что да уеду. Чур, я сегодня играю на приставке. Здрасте. Старший всегда играет первый. Но я сегодня добрый, поэтому можем поиграть вместе. Не, ну слушай, твои машинки я зацую. Давай играть в мои игры. Драгоценная моя. Я была в доме, привезла еще одну приставку. Давайте, не ссорь. Отлично. Отлично. Детей покормил. Ну что, как покупатели? Все хорошо? Ой. Дома обнаружила Кирилла. Он сначала на меня все имущество переписал, а теперь хочет оспорить. Решил судиться. Понятно. Мне надо отъехать. На совещание вызвали. Это ненадолго. Час-полтора. В общем, к ужину вернусь. Капрас успеет приготовить. Береги себя. Какими судьбами? Приехал развод обширить. И что это? Моя биография? Нет. Это твое уголовное дело. Взятки, хищение государственного имущества, злоупотребление служебным положением, коррупции в особо крупных. Ну и так еще по мелочам. Если тебе повезет с судьей, то это лет десять. А если нет, то ближайшие лет двадцать мы с тобой точно не увидимся. Ай да, Лилька. Любовника прислала шантажировать меня. А вот так передай ей, что напрасно. Я все равно свое имущество у нее отсужу. А доказательств у вас против меня никаких нет. Хороший адвокат, он даже не вспотеет. Тебе самому-то не стыдно? Отсуживать дом у жены и детей. Ну, впрочем, это не мое дело. А что касается доказательств, у нас есть свидетель. Некая Молчанова Елена Ивановна. Ты же с ней знаком. По-моему, даже очень близко. К тому же я уверен, что при обыске твоего дома, а особенно твоего кабинета, мы найдем очень много интересных документов. Елена Ивановна, значит... Чего ты хочешь? Отобрать дом и квартиру? Лично мне твое имущество точно не нужно. Но вот, Лилия, за все, что ты ей сделал, ты точно должен. Поэтому завтра же ты пойдешь к своему другу мэру, пока он еще мэр, и напишешь заявление по собственному. А ты, значит, будешь спать с моей женой и растить моих детей? Кирилл, мне бы очень не хотелось сажать в тюрьму отца Матвея и Кати. Но если ты не сделаешь так, как я сказал, я даже глазом не моргну. Уж поверь. С днем рождения тебя! С днем рождения тебя! С днем рождения, Катюша! С днем рождения тебя! Как вы знали, это мой любимый твард. Как долго я тебя искала. Мама, можно уже на мою комнату посмотреть? Конечно. Пошли. С днем рождения тебя! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok